КОНЕЦ Жерарден, подписанный Дюма и Маке, 30 су. Жерарден арабски подчинился вкусам своих читателей. «У меня нет времени читать», — говорил он. «Если Дюма или Жен Сю пишут или подписывают любую ерунду, публика, видя марку фирмы, все равно считает это шедеврами. Желудок привыкает к тем блюдам, которые ему дают. Это в эфиле Бытье, который жаловался, что его не допускают в круг избранных. Жерарден цинично ответил. «Все вы, конечно, великие писатели, это так, но вы не способны дать мне и десяти подписчиков. В этом все дело». Директора крупных газет, гонявшиеся за громкими именами, боялись новичков. Поэтому Дюма подписал книгу один, а Маке получил восемь тысяч франков, огромную по тем временам сумму, которую без помощи Дюма ему бы никогда не заработать. Компенсация показалась ему тогда вполне справедливой. Позже он будет жаловаться. Но в начале их сотрудничества он сам признавал, что благодарен Дюма, восхищен и очарован им. Успех шевалья Дарманталя показал Дюма, что исторические романы — это золотая жила. Поэтому он был в восторге, когда Маке принес ему план романа из эпохи Людовика XIII, Лишелье, Анны Австрийской и Герцога Бутингемского. Романа, который впоследствии станет «Тремя мушкетерами». Кто из двух авторов первым натолкнулся на мемуары господина Д'Артаньяна, капитана-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, поддельные мемуары, написанные Гассиеном де Куртилем, часто именуемым Куртилем де Сандра или Сандра де Куртилем, и изданные в 1700 году в Штёльне, а затем в 1704 году в Амстердаме, Жаном Эльзавиром, Маке утверждает, что он, а между тем формуляр Марсельской библиотеки свидетельствует, что Дюма взял эту книгу в 1843 году и не вернул ее. Библиотекарем в то время был его друг Мэри, и он, должно быть, посмотрел на это сквозь пальцы. Несомненно, что многие эпизоды романа и даже имена, слегка измененные, Атос, Портос и Арамис, были заимствованы у Гассиена де Куртиле. Несомненно и то, что этот пасквилянт был довольно бездарен, и лучшие эпизоды романа, история Мадам Бонасия, история Леди Винтер, были целиком переделаны, а по большей части и придуманы Дюма и Маке. И, наконец, то, что Маке выступал лишь в роли мраморщика, а скульптором был Дюма. У Дюма уже выработались более или менее постоянные приемы работы с соавторами. Соавтор писал сценарий. Дюма прочитывал его в один присест и затем использовал как черновик. Он переписывал текст, добавляя тысячи деталей, придававших ему живость, переделывал диалог, непревзойденным мастером которого был, тщательно отшлифовывал концы глав и увеличивал общий объем, чтобы удовлетворить требованиям, предъявляемым к роману Фильетону, который должен был тянуться долгие месяцы и держать читателей в постоянном напряжении. Дюма ввел новых героев, например, Лакея Гремо, великого молчальника, односложно отвечавшего на все вопросы. Выдумка, свидетельствующая о большой находчивости Дюма, так как газеты платили построчно. Столь стремительный диалог имел двойное преимущество, облегчал чтение и удеситил гонорар автора. Но в один прекрасный день все пошло прахом. Репресс и Лектиакль объявили, что отныне они будут платить лишь за те строки, которые донимают больше половины колонки. Директор Фигаро Вельмесан случайно оказался в этот день у Дюма. Он заметил, что тот перечитывает рукопись и вымарывает целые страницы. «Что вы делаете, Дюма?» «Да вот убил его. Кого? Гремо? Ведь я его придумал только ради коротких строчек. Теперь он мне ни к чему». Писатель того времени Вермерш написал позже пародию на знаменитые диалоги Дюма. «Вы видели его?» «Кого?» «Его?» «Кого?» «Дюма?» «Отца?» «Да». «Какой человек?» «Еще бы!» «Какой пыл?» «Нет слов». «А какая плодритость?» «Черт побери!» «Нельзя отрицать, что Маке много работал над тремя мушкетерами». «Сохранились полное беспокойство записки, которые посылал ему Дюма». «Как можно скорее принесите рукопись». «Как можно скорее принесите рукопись». «Я написал вам, чтобы вы ввели в эту сцену палача, а потом бросил письмо в камин, решив, что сделаю это сам». «Первое же слово, которое я прочел, доказало мне, что наши мысли совпали». «Однако другие письма свидетельствуют о том, что игру вел Дюма». Александру Дюма о Гюсту Маке «Мне кажется, можно было бы ввести очаровательную сцену «Ночь у Мари Туше». Прелестная женщина утешает всемогущего короля. Она одна во всем королевстве любит его. Маленький герцог Ангулемская в колыбельке. Король забывает обо всем. Думайте, читайте, смотрите. «Мой дорогой друг, в следующей главе мы должны услышать от Эрмиса, который обещал Д'Артаньяну разузнать, в каком монастыре содержится мадам Боросия, рассказ о том, что она там делает и какое покровительство оказывает ей королева». «Дорогой друг, мне кажется, что мы не уделили достаточного внимания нашему Горенфронту. Надо бы, коль уж мы увозим его из монастыря, увезти для чего-то более серьезного. Нам непременно нужно увидеться завтра. Раз у нас не получается ничего путного от того, что Дикснер и Мезон Руж изолированы и ничего не знают друг о друге, давайте объединим их. А то малоправдоподобно, чтобы они, действуя в одной тюрьме, так и не обнаружили друг друга. «Сегодня надо сделать еще одно большое усилие и как следует поработать над Брожелоном, чтобы в понедельник или вторник мы смогли возвратиться к нему и закончить второй том. А сегодня вечером, завтра, послезавтра и в понедельник, засучив рукава, займемся бальзамом, черт его побери». Макке позже опубликует главу о смерти Миледи в том виде, в каком он ее написал. Он хотел доказать, что подлинным автором «Трех мушкетеров» был он, но доказал совершенно обратное. Все лучшее в этой сцене, все, что придает ей колорит и жизненность, исходит от Дюма. Также глупо было бы утверждать, что Дюма не знакомился с источниками, ведь это он исправил все погрешности, которые содержались в книге памфлетиста Гасьена де Куртилля и нашел множество дополнительных сведений у госпожи де Лафаэт, Тальмана де Рео и десятка других авторов. Прежде всего, он превратил мушкетеров, которых Гасьен де Куртиль изображал малопривлекательными авантюристами в легендарных героев, восхищающих нас и поныне. Ведь это он унаследовал от отца вкус к невероятным, но тем не менее невыдуманным битвам, в которых один человек обезоруживал сотни врагов, как было, например, на Бриксенском мосту. Ведь только он, сын солдата, творившего историю Франции, мог так хорошо чувствовать эту историю. Настоящий французский дух. Вот в чем заключается секрет обаяния четырех героев Дюма Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. Кипучая энергия, аристократическая меланхолия, сила, не лишенная тщеславия, галантная и изысканная элегантность делают их символами той прекрасной Франции, храброй и легкомысленной, какой мы и поныне любим ее представлять. Конечно, за пределами этого суетного мирка, занятого любовными и политическими интригами, существовали Декарты и Паскали, которые, впрочем, тоже были не чуждые обычаи в свете и армии. Зато сколько великодушия, изящества, решительности, мужества и ума проявляют эти молодые люди, которых шпага объединяет раньше, чем мушкетерский плащ. В романе все, вплоть до мадам Бонасье, предпочитают храбрость добродетели. Д'Артаньян, хитрый досконец, лихо подкручивающий свой уз, щеславный силач Портос, знатный вельможа Атос, настроенный романтически, арамис, таинственный арамис, который скрывает свою религиозность и свои любовные похождения, ревностный ученик святых отцов, эти четверо друзей, а не четверо брачьев, каких изображал Куртиль, представляют собой четыре основных варианта нашего национального характера. А с каким невероятным упорством, с каким мужеством они добиваются своих целей, вы и сами знаете. Они совершают свои подвиги с удивительной легкостью. Они мчатся во весь опор, они преодолевают препятствия так весело, что вселяют мужество даже в нас. Путешествие в Кале, о котором в мемуарах упоминалось лишь вскользь, по своей стремительности может сравниться лишь с итальянской компанией. А когда Атос выступает в роли обвинителя своей чудовищной супруги, мы поневоле вспоминаем и военные трибуналы, и трибуналы времен революции. Если Дантон и Наполеон были воплощением французской энергии, то Дюма в трех мушкетерах был ее национальным поэтом. Одно поколение может ошибиться в оценке произведения. Четыре или пять поколений никогда не ошибаются. Прочная популярность трех мушкетеров во всем мире свидетельствует о том, что Дюма, наивно выражая через посредство своих героев собственный характер, отвечал той потребности в энергии, силе и великодушии, которая присуща всем временам и всем странам. Его творческая манера так подходила к избранному им жанру, что она и поныне остается образцом для всех подвязающихся в нем. Дюма или Дюма Маке отталкивались от известных источников, иногда поддельных, как мемуары Д'Артаньяна, иногда подлинных, как мемуары Мадам де Лафайет, из которых вышел Виконт де Бажелон. Сравним мемуары и роман. Мадам де Лафайет повествует о первых увлечениях Людовика XIV, о его разрыве с Марией Манчини, о встрече с Луизой де Лавальер, о смерти Мазарини и о Пале Фуке. Стиль ее краток сдержан и совершенен, конфликты остаются нераскрытыми. Госпожа де Лафайет никогда не описывает сцен, при которых она не присутствовала. Дюма заимствовал у нее героев и общий костяк сюжета. Но каждый раз, когда в мемуарах сцена только намечена, он пишет ее так, как написал бы драматург, прибегая к всевозможным эффектам, неожиданным поворотам сюжета, умело чередуя драматические и комические элементы. Тонкий и штриховой рисунок мадам де Лафайет у Дюма превращается в музей, где выставлены раскрашенные, разодетые скульптуры, которые при всей своей карикатурности все же создают иллюзию подлинной жизни. Исторические персонажи изображаются автором с явно предвзятых позиций. Дюма любит одних героев и ненавидит других. Его Мазарини столь же отвратителен, как у кардинала Деретца. Дюма всецело принимает сторону Фуке против Кольбера. Верность истории требовала бы передачи нюансов. Читатель романов-фильетонов любил, чтобы героев изображали только двумя красками черной и белой. Но прежде всего, и в этом заключался секрет успеха Дюма, он ввел в повествование второстепенных персонажей, вызванных к жизни им самим и объяснял поступками этих неизвестных все великие исторические события. Иногда эти герои действительно существовали. Некий Виконт Доброжилом, например, бледной тенью проходит в мемуарах госпожи Де Лафаэт. Иногда Дюма придумывал их целиком. Но чудо заключается в том, что эти вымышленные герои ухитряются присутствовать в решающие моменты подлинной истории. Атос прячется под Эшефотом во время казни Карла первого Стюарта и слышит его последние слова. Именно ему адресует Карлу знаменитое «Запомни». Атос и Д'Артаньен вдвоем восстанавливают Карла второго на английском троне. Арамис пытается подменить Людовика XIV его братом-близнецом, который впоследствии станет железной маской. История не сводится до уровня любимых и знакомых персонажей и тем самым до уровня читателя. Метод этот безупречен при условии, если у писателя темперамент Дюма отца. Правдоподобных героев можно создать, только вкладывая в них многое от самого себя. Точно так же, как Мольер, нашел в себе Альцеста и Филинта, Мюссе, Оттавио и Челлио. Дюма раздвоился, чтобы произвести на свет Портоса и Арамиса. В Портосе воплощены те черты, которые Дюма унаследовал от своего отца. В Арамисе элегантность, доставшая с обоим Дюма от Дави для Паитри. Тонкая кость и могучая мускулатура. Таков Дюма. Не следует забывать и о том, что по своей морали и философии Дюма был близок не мыслящей верхушке Франции, а массе своих читателей. Вальтеру Скотту, добродетельному шотландцу, его моральная и художественная кредо диктовала нравственные эпилоги. Мораль Дюма это сочетание любви к славе и здраву смысла, не лишенного цинизма. Таким образом, Дюма объединяет Францию героических поэм и Францию фаблео в сочетании, представляющие, если не всю Францию, то во всяком случае значительную ее часть. Как и Рабле, Дюма любил пирушки, попойки, любовные похождения. Если бы Д'Артаньян не был героем, он казался бы нам чрезвычайно безнравственным. Мушкетеры, и в этом они похожи на своего творца, не видят ничего дурного ни в том, чтобы менять любовниц, ни в том, чтобы иметь по нескольку любовниц за раз, ни в том, чтобы брать у них деньги. Все это так, и тем не менее, романы Дюма не были ни непристольными, ни воинствующие, а моральными. Его творчество разительно отличалось от творчества его друзей-романтиков, напоминавшего лавку похоронных принадлежностей. Дюма доставлял удовольствие. «Да это нечто невероятное», писал Жюль Жанен, этот роман, интрига которого тесно связана с самыми крупными событиями в истории Европы. Жанен был прав. В 1845 году по прихоти Дюма Париж действительно гораздо больше интересовался Анной Австрийской, чем Луи Филиппом, и похождениями герцога Букингемского, чем угрозами Англии. Глава 2 Торговый дом Александр Дюма и Ко За всю историю французской литературы ни один писатель не был столь плодовит, как Дюма вперед с 1845 по 1855 год. Без передышки обрушивает он на газеты и журналы романы в 8-10 томов каждый. Перед нами проходит вся история Франции. За тремя мушкетерами следуют 20 лет спустя, за которыми потянется Виконт де Брожелон. Другая трилогия Королева Марго графиня де Монсоро 45 выводит на сцену Валуа. В Королеве Марго повествуется о борьбе между Генрихом Наваррским и Екатериной Медичи. В графине де Монсоро увлекательно рассказывается о царствовании Генриха III. В 45 Диана де Монсоро мстит герцогу Анжуйскому за смерть своего любовника Бюсси Дамбуаза. Одновременно в другой серии романов Ожерелье королевы Шевалье де Мезон Руж Жозеф Бальзамо Анж Питу графиня де Шарни Дюма описывает закаты падения французской монархии. Можно с полным основанием говорить об историческом империализме Дюма. Он еще с молоду замыслил объединить в своей писательской державе всю историю. Мечты мои не имеют границ говорил сам Дюма. Я всегда желаю невозможному. Как я осуществляю свои стремления? Работая как никто никогда не работал отказывая себе во всем часто даже во сне. Вот откуда эта цифра пять или шесть сотен томов потрясающие читателя. Среди этой гигантской продукции мало неудач. К его романам обращается в часы досуга весь мир. Никто не читал всех произведений Дюма. Прочесть их так же невозможно как написать. Но весь земной шар читал Дюма. Если еще существует говорили в 1850 году на каком нибудь необитаемом острове Робинзон-Круза то он наверное сейчас читает трех мушкетеров. Следует добавить что и весь мир и сама Франция знакомились с французской историей по романам Дюма. История эта не во всем верна зато она далеко не во всем фальшива и всегда полна самого захватывающего драматизма. Заставляет ли Дюма думать? Редко. Мечтать? Никогда. Лихорадочно переворачивать страницы? Всегда. Успех рождает множество врагов. Дюма продолжал раздражать своим краснобайством, бахвальством, орденами и неуважением к законам республики изящной словесности. Казалось оскорбительным, что один единственный писатель захватил все подвалы во всех газетах. Казалось непорядочным, что он содержит целый отряд анонимных соавторов. Человек, заставляющий работать на себя негров, никогда не вызывает ни уважения, ни симпатии. Такое сотрудничество следует хотя бы облечь в какую-то приличную форму. Сент-Бюф, например, никогда не смог бы завершить свой гигантский труд без помощи секретарей. Но в отличие от Дюма Сент-Бюф сам уважал свой сан и заставлял других его уважать. Его помощники казались не рабами или эксплуатируемыми, а служками, помогающими священнику в свершении таинств. А о Дюма все думали и совершенно напрасно, что он покупает на 250 франков рукописей с тем, чтобы перепродать их за 10 тысяч. Говорили, что Дюма, создав в начале своей карьеры фабрику пьес, присоединил к ней предприятия по производству романов. Во времена Нельской башни история с ГРД вызвала много толков. Затем появилась статья Гранье де Кассаньяка, пробудившая подозрения публики. А в 1843 году некий молодой эрудит Луи де Лумани, которому его почтенные труды не принесли славы, опубликовал галерею знаменитых современников, написанную никчемным человеком. Он жаловался на этот чудовищный колокол, который заглушает звон его маленького бубенчика. Он извергал громы и молнии против этой литературной фабрики. Сент-Беофф заклеймил коммерческую литературу. Лумани писал, «Пораженный постыдной заразой индустриализма, этой язвой нашего века, господин Дюма, это можно и даже должно сказать, видно, телом и душой отдался культу Золотого Тельца. На афише какого только театра, пусть самого жалкого, в какой только ловчонке, торгующей литературной бакалеей, не фигурирует его имя. Физически невозможно, чтобы господин Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его именем. В 1845 году памфлетист Эжен де Мирекур, настоящее имя которого было Жан-Батист Жако, опубликовал брошюру «Фабрика романов торговый дом Александр Дюма и компания, наделавшую много шума». Не безинтересно отметить, что прежде чем напасть на Дюма, Мирекур выказывал желание работать на него и предлагал ему сюжет романа, из которого могло бы выйти замечательное произведение. Так что этот праведник был сам не без греха и, если бы только мог, охотно принял бы участие в предприятии. Потерпев неудачу, он сразу же обратился в общество литераторов с протестом против такого положения дел, при котором писатели, как он говорил, не имеют возможности заработать себе на жизнь. Когда ему и там отказали, он написал письмо Эмилию Жерардену, издателю «Ля Пресс», в котором требовал закрыть двери перед беззастенчивым торгашом Александром Дюма и открыть их перед талантливыми молодыми писателями, читая Женом де Мирекуром. Жерарден ответил, что его подписчики хотят читать Дюма, и он будет печатать Дюма. Тогда Мирекур решил написать и опубликовать торговый дом Александр Дюма и компания. По всей видимости, он был неплохо информирован. Некоторые соавторы Дюма, которым казалось, что их услуги недостаточно ценят, а их таланты не получают законного признания, делились с Мирекуром своими обидами. Он разобрал все произведения Дюма, драму за драмой, роман за романом и обнародовал имена тех, кого называл подлинными авторами Адольфа Деливена, Анисе Буржуа, Гайерде, Жерара Денерваля, Теофиля Ботье, Поля Мериса и, прежде всего, Огюста Маке. Нападки эти, возможно, и достигли бы своей цели, если бы Мирекур обладал чувством меры, но он обнаружил свою недобросовестность, осыпая Дюма самыми гнусными оскорблениями. «Поскребите труды господина Дюма», писал свирепствующий Мирекур, «и вы обнаружите дикаря. На завтрак он вытаскивает из тлеющих углей горячую картошку и пожирает ее прямо с кожурой. Он домогается почестей, он вербует перебежчиков из рядов интеллигенции продажных литераторов, которые унижают себя, работая, как негры, под свист плетки надсмотрщика Мулаты». Мирекур нападал даже на частную жизнь Дюма. Он издевался над Идой Ферье, маркизой Делепоэтри. Короче говоря, памфлет был настолько груб, что вызвал отвращение даже у врагов Дюма. Бальзак, который был бы только счастлив, если бы соперника, постоянно оттеснявшего его на второй план, задели за живое, сурово осудил Мирекура. Мне показали, писал он, памфлет «Торговый дом Александр Дюма и компания». Это до омерзения глупо, хотя, к сожалению, верно. Но так как во Франции больше верят о струнной клевете, чем скучной правде, памфлет этот не слишком повредит Дюма. И в самом деле памфлет не только не повредил Дюма во мнении читателей, но Дюма одержал победу и в суде. Затея против Мирекура процесс, он добился, чтобы клеветника приговорили к двухнедельному тюремному заключению и обязали опубликовать официальное извещение об этом приговоре в газетах. В литературном мире перестали верить Мирекуру. Забавно, что несколько позже обвинителя в свою очередь обвинили и вполне справедливо в том, что он нанимал соавторов, имена которых скрывал. В 1857 некто Рашфор в памфлете о заглавленном торговый дом Эжен де Мирекур и компания «История, изложенная бывшим компаньоном», рассказал о том, как Мирекур, когда ему нужно было за короткий срок написать исторический роман, передал эту работу эрудиту Уильяму Дакетту. Тот, будучи занят, в свою очередь перепоручил ее Рашфору, получившему за свои труды сто франков. Дюма был щедрее. Чтобы окончательно разгромить Мирекура, Дюма обратился за помощью к Огюсту Маке. Тот написал письмо, целью которого было, как говорил он, оградить Дюма от притязаний своих наследников, будет таковое появиться. Письмо, в котором он заявлял, что не имеет никаких претензий к Дюма и что все расчеты производились честно и справедливо. Позже, когда оно было опубликовано, Маке, к этому времени подсорившийся с Дюма, уверял, будто письмо вырвали у него насильно. В чем заключалось насилие? Тон письма кажется искренним и недвусмысленным. 4 марта 1845 года. Дорогой друг, в нашей совместной работе мы всегда обходились без контрактов и формальностей. Доброй дружбы и честного слова нам было всегда достаточно. Так что мы, написав почти полмиллиона строк о делах других людей, ни разу не подумали о том, чтобы написать хоть одну строчку о наших делах. Но однажды вы нарушили молчание. Вы поступили так, чтобы оградить нас от низкой нелепой клеветы. Вы поступили так, чтобы оказать мне самую высокую честь, на какую я мог когда-либо надеяться. Вы поступили так, чтобы публично объявить, что я написал в сотрудничестве с вами ряд произведений. Вы были даже слишком великодушны, дорогой друг. Вы могли трижды отречься от меня, но вы этого не сделали и даже прославили меня. Разве вы уже не расплатились со мной сполна за все те книги, что мы написали вместе. У меня не было с вами контракта, а вы никогда не получали от меня расписок. Но представьте себе, что я умру, и жадный наследник явится к вам, размахивая этим заявлением и потребует от вас то, что я уже давно получил. На документ надо отвечать документом, вы заставляете меня взяться за перо. Итак, с сегодняшнего дня я отказываюсь от своих прав на переиздание следующих книг, которые мы написали вместе, а именно «Шевалье Дармонталь», «Сильванир», «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Граф Монте-Кристо», «Женская война», «Королева Марго», «Шевалье де Мезон-Руж», и утверждаю, что вы сполна рассчитались со мной за все в соответствии с нашей устной договоренностью. Сохраните это письмо, дорогой друг, чтобы показать его жадному наследнику, и скажите ему, что при жизни я был счастлив и польщен честью быть сотрудником и другом самого блестящего из французских писателей. Пусть он поступит, как я. Маке. Чтобы составить себе верное представление об этом процессе, следует вспомнить, что во времена Дюма коллективная работа над литературными произведениями не считалась зазорной. И, конечно, напрасно, потому что великим может называться лишь тот художник, на всем творчестве которого лежит отпечаток его гения, и все же прославленным художникам Рафаэлю, Веронезе, Давиду, Энгру в работе над большими композициями помогали ученики. В театре спектакль неизменно является плодом сотрудничества автора, режиссера, актеров, декоратора, а иногда и композитора. Дюма, чтобы его воображение работало, нужен был стимулятор идей. В этом он не был одинок. Бальзак написал не один большой роман по сюжетам, которые ему давали целиком или в общих чертах. Сюжет Беатрицы дала ему Санд Лилии Долины Департаментской музы Каролины Маргути. Да, да, обязан Люсьеном Левеном рукописи одной незнакомки. Так в чем же тут преступление? Дюма вовсе не был леден к великой радости всех времен и народов. Глава третья Мари Дюплесси Под роскошными камелиями я увидел скромный голубой цветок. Эмиль Анрио После отъезда Иды во Флоренцию отношения между отцом и сыном наладились. Дюма отец сказал однажды Дюма сыну «Когда у тебя родится сын, люби его, как я люблю тебя, но не воспитывай его так, как я тебя воспитал». В конце концов Дюма сын стал принимать Дюма отца таким, каким его создала природа, талантливым писателем, отличным товарищем и безответственным отцом. Молодой Александр твердо решил добиться успеха самостоятельно. Он, конечно, будет писать, но совсем не так, как Дюма отец. Нельзя сказать, чтобы он не восхищался своим отцом, но он любил его скорее отцовской, нежели сыновней любовью. «Мой отец», говорил он, «это большое дитя, которым я обзавелся, когда был еще совсем маленьким». Таким вставал перед ним отец из рассказов его матери, мудрой Катрины Лябе, которая, чтобы зарабатывать на жизнь, содержала теперь небольшой читальный зал на улице Мишодьер. Она не затаила обиды на своего ветреного любовника, но и не питала на его счет никаких иллюзий. У сыновей часто вырабатывается обратная реакция на недостатки отцов. Дюма-сын ценит ум и талант Дюма-отца, но его оскорбляют некоторые смешные черты отца. Он страдает, слушая его наивно хвостливые рассказы. Образ жизни в отцовском доме, где вечно мечутся в поисках ста франков, внушает ему неосознанное стремление к материальной обеспеченности. Да и потом стариковское донжуанство всегда раздражает молодежь. «Я выступаю в роли привратника твоей славы», сказал однажды Александр Дюма-сын Александру Дюма-отцу, обязанности которого заключаются в том, чтобы впускать к тебе посетителей. Стоит мне подать руку женщине, как она просит познакомить ее с тобой. К этому времени, чтобы не путаться, их уже начали называть Александр Дюма-отец и Александр Дюма-сын, что очень возмущало старшему. «Вместо того, чтобы подписываться Александр Дюма, как я, что в один прекрасный день может стать причиной большого неудобства для нас обоих, так как мы подписываемся одинаково, тебе следует подписываться Дюма-дави, моё имя, как ты понимаешь, слишком хорошо известно, чтобы тут могло быть два мнения, и я не могу прибавлять к своей фамилии отец, для этого я еще слишком молод». В 20 лет Дюма-сын был красивым молодым человеком с гордой осанкой, полным сил и здоровья. Он был высокой, широкоплечий, с правильными чертами лица, и ничто, кроме мечтательного взгляда и слегка курчавой светло-каштановой шевелюры, не выдавала в нем правнука черной рабыни из Сан-Доминго. Он одевался как Денди или как Лев по тогдашнему выражению, суконный сюртук с большими отворотами белый галстук, жилет из английского пике, трость с золотым набалдашником. Щита портного оставались неоплаченными, но молодой человек держался высокомерно и сыпал остротами направо и налево. Однако под маской пресыщенности угадывался серьезный и чувствительный характер, унаследованный им от Катрины Лябе. Дюма сын скрывал эту сторону своей натуры. В сентябре 1844 года отец и сын поселились на вилле Медичи в Сен-Жермен-Ан-Ле. Там оба работали и оказывали самое радушное гостеприимство своим друзьям. Дюма сын приглашал их любезными посланиями в стихах. «Коль ветер северный не очень вас пугает, то, знаете, вас прием горячий ожидает здесь, в Сен-Жермен-Ан-Ле, где право же давно хотели б видеть вас отец и сын его. И если озарил нас луч зажженный фэбом, и если ясный день нам был ниспослан небом, и если публика в краю, где мы живем, подобно дикарям, но солнце светит днем, так приезжайте к нам. Мы здесь вдвоем, быть может, поможем вам забыть все то, что вас тревожит, взамен синеющих небес и красок дня, вам предложив табак и место у огня. Мы ждем еще гостей, друзей мы ждем вернее, художники придут и свод оранжереи нам разрисуют весь обычаи таков. Теперь там нет цветов, но слышен стук шаров. Приедет Мюллер к нам, пастель его чудесно, приедет и Доза, который повсеместно слывет за гения, и будет с ним Диас, ни с кем он не сравним, и позабавит вас. И наконец, мой друг, когда настанет вечер, вы дам увидите изысканные их речи, и этот аргумент столь весок, что к нему прибег я под конец, с ним спорить ни к чему, чтоб не пришлось вам зря излишне делать крюк, я точный адрес дам. Запомните, мой друг, идите улице и у Медичи, потом, пройдя ее насквозь, ищите крайний дом, в нем дверь зеленая, но если вам случится приют наш не найти или с дороги сбиться, зайдите в первый же знакомый особняк, и там вам объяснят, куда пройти и как. Прощайте, от души я вас обнять хотел бы. Однажды по дороге в Сен-Жермен Дюма-сын встретил Эжена де-Жазе, сына знаменитой актрисы. Молодые люди взяли на прокат лошадей и совершили прогулку по лесу, затем вернулись в Париж и отправились в театр Варьете. Стояла ранняя осень. Париж был пуст. В комедии францесс молодые, еще никому неизвестные дебютанты играли перед актерами в отставке старые, давно забытые пьесы, писала Дельфина де-Жерарден. В залах Пале-Рояля и Варьете можно было встретить красивых и доступных женщин. Эжен де-Жазе питал также малоуважение к общепринятой морали, как и Дюма-сын. Валовень матери он был гораздо менее стеснен в средствах, чем его друг. Молодые люди в поисках приключений лорнировали прелестных девиц, занимавших авансцену и ложе варьете. Красавицы держались с простотой присущей хорошему тону, носили роскошные драгоценности, и их с успехом можно было принять за светских женщин. Их было немного. Знаменитые, известные всему Парижу, эти высокопоставленные кокотки образовывали галантную аристократию, которая резко отличалась от прослойки лореток и грезеток. Хотя все они были содержанками богатых людей, надо же на что-то жить. Они мечтали о чистой любви. Романтизм наложил на них свой отпечаток. Виктор Гюго реабилитировал Марион Делорм и Жюльетту Друэ. Общественное мнение охотно оправдывало куртизанку, если причиной ее падения была преступная страсть или крайняя бедность. Куртизанки и сами были не чужды сентиментальности. Большинство из них начинало жизнь простыми работницами. Чтобы стать честными женщинами, им не хватило одного — встретить на своем пути хорошего мужа. Достаточно было прогулки в Теволи, посещение зарешоченной ложи в Амбегию, кашемировой шали и драгоценной безделушки, чтобы перейти в разряд содержанок. Но даже став продажными женщинами, они сохраняли тоску по настоящей любви. Журсанд умножило число непонятых женщин, мечтающих о вечном экстазе. Все это объясняет, почему двоюных циников в риете смотрели не только на соблазнительные белоснежные плечи куртизанок, но и вглядывались в их глаза, светящиеся нежностью и грустью. В этот вечер в одной из лож авансцены сидела женщина, в то время славившаяся своей красотой, вкусом и теми состояниями, которые она пожирала. Звали ее Альфонсина Плесси, но она предпочитала именовать себя Марии Дю Плесси. Она была, пишет Дю Массен, высокой, очень тонкой брюнеткой с белорозовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными эмалью, как глаза японок, но только смотрели они живо и гордо. У нее были красные, словно вишни, губы и самые прелестные зубки на свете. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора. Узкая талия, лебединая шея, выражение чистоты и невинности, байроническая бледность, длинные локоны, не спадавшие на плечи на английский манер, декольтированное платье из белого атласа, бриллиантовое колье, золотые браслеты. Все это делало ее царственно прекрасной. Дюма был ослеплен, поражен в самое сердце и покорен. Ни одна женщина в театре не могла соперничать с ней в благородстве наружности, и тем не менее, кроме одной из ее бабок, Анны Дюмы Ниль, происходившей из дворянского нормандского рода и совершившей мезальянс, предки Марии Дюплесси были лакеями и крестьянами. Ее отец Марен Плесси, человек мрачный и злобный, считался в деревне колдуном. Он женился на Марии Дезаес, дочери Анны Дюмы Ниль, которая родила ему двух дочерей, а потом сбежала от него. Альфонсина родилась в 1824 году. Она была одних лет с Дюма. Она не получила никакого образования и до 15-16 лет бегала по полям. Потом отец, во всяком случае так рассказывают, продал ее цыганам, которые увезли ее в Париж и отдали в обучение к модистке. Греветка, зачитывавшаяся романами Поль де Кока, она танцевала со студентами во всех злачных уголках Парижа. А по воскресеньям в Мон-Морен-Си охотно позволяла увлекать себя в темные аллеи. Ресторатор Поли-Рояля, который однажды возил ее в Сен-Клу, меблировал для нее небольшую квартирку на улице Аркад, но почти сразу же вынужден был уступить Мари герцогу Ажинору де Гишу, элегантному студенту политехнической школы, который в 1840 году ушел из армии для того, чтобы стать одним из предводителей модных львов итальянского бульвара и антиноем 1840 года. Через неделю у итальянцев и в знаменитой инфернальной ложе авансцены номер один оперы своего рода филиале жокей-клуба только и говорили, что о новой любовнице молодого герцога. Молодой красавицей увлекались самые блестящие мужчины Парижа. Фернан де Монгион, Анри де Контад, Эдуард Делесер и десятки других. Знатные любовники привели ей изящные манеры и культуру, хоть и поверхностную, но весьма приятную. Под руководством лучших наставников одаренная и чувствительная девушка расцвела. В 1844 году, когда Дюма-сын с ней познакомился, в ее библиотеке были Рабле, Сервантес, Мольер, Вальтер Скотт, Дюма-отец, Гюго, Ла-Мартин и Мюссе. Она превосходно знала произведения этих авторов, любила поэзию, ее обучали музыке, и она с чувством играла на пианино баркаролы и вальсы. Короче говоря, она с головокружительной быстротой шла в гору, окруженная все более изысканной роскошью. В 1844 году она считалась самой элегантной женщиной Парижа и соперничала с Алисой Ози, Лолой Монтес и Аталой Бошен. У нее можно было встретить не только львов жукей-клуба, но и Эженасю, Роже де Бувуар, Альфредо де Мюссе. Все испытывали к ней восхищение, смешанное с уважением и жалостью, потому что она была явно выше своей постыдной профессии. Почему она ею занималась? Во-первых, потому что привыкла тратить сто тысяч франков золотом в год, а во-вторых, потому что больная, лихорадочно возбужденная, вечно недовольная собой, она могла забыться лишь в наслаждении. В тот вечер в ложе варьете с мари сидел дряхлый старик граф Штакельберг, бывший русский посол. Пуще она рассказала Дюма, что этот выживший из ума старик взял ее на содержание потому, что она напоминала ему умершую дочь. Выдумка чистой воды. Граф, несмотря на свой преклонный возраст, искал в мари Дюплесси не Антигону, как Эдип, а Версавию, как Давид. Он поселил ее в доме номер одиннадцать по бульвару Мадлен, подарил ей двухместную голубую карету и двух чистокровных лошадей. Благодаря ему и другим поклонникам квартира мари Дюплесси была всегда украшена цветами и не только камелиями, а всеми цветами, какие только можно было достать в это время года. Она, однако, боялась роз, от запаха которых у нее кружилась голова. Больше всего она любила камелии, эти цветы без запаха. Ее заточили, писал Арсен Гуссе, в крепость из камелий. Мария Дюплесси старалась знаками привлечь внимание толстой женщины, с которой Дюма был слегка знаком, немного модистки, а преимущественно сводни по имени Клеманс Пра. Жен Дежазе хорошо знал эту особу, которая тоже жила на бульваре Мадлен и была соседкой Марии Дюплесси. Мария села в свою карету и покинула Варьете, не дожидаясь конца спектакля. Немного погодя, Фиакр высадил Дюма, Дежазе и Клеманс Пра у дверей дома Клеманс, где они должны были ждать дальнейшего развития событий. В романе «Дама с камелиями» Дюма рассказывает об этой сцене, но там он превратил Штакельберга в старого герцога, а Клеманс Пра назвал Прюданс Дювернуа. «Старый герцог сейчас у вашей соседки?» спросил я Прюданс. «Нет, она должна быть одна, но ей, наверное, ужасно скучно. Мы часто проводим вечера вместе. Когда она возвращается, она зовет меня к себе. Она обычно не ложится до двух часов ночи, она не может раньше заснуть. Почему? Потому что у нее больные легкие, ее почти всегда лихорадит». Вскоре Мария крикнула из своего окна Клеманс, чтобы та пришла и освободила ее от докучливого гостя графа Энн, который до смерти ей надоел. «Никак не могу», сказала Клеманс Пра. «У меня сидят два молодых человека, сын Де-Жозе и сын Дюма. Берите их с собой. Я буду рада кому угодно, лишь бы избавиться от графа. Приходите скорее». Все трое поспешили на ее зов и застали у гостиной соседнего дома Марии за фортепиано и графа, прислонившегося к камину. Она любезно приняла молодых людей, а с графом обращалась так грубо, что он вскоре откланялся. Мария сразу развеселилась. За ужином все много смеялись. Но Дюма было грустно. Он восхищался бескорыстием этой женщины, которая прогнала богатого поклонника, готового ради нее разориться. Он страдал, видя, как это возвышенное существо пьет без удержу, ругается, как грузчик, и тем охотнее смеется, чем непристойнее шутки. От шампанского ее щеки полыхали лихорадочным румянцем. К концу ужина она зашлась в кашле и убежала. «Что с ней?» спросил Эжен де Жозе. «Она слишком много смеялась, и у нее началось кровохарканье», ответила Клеман Спра. Дюма пошел к больной. Она лежала, уткнувшись лицом в софу. Серебряный таз, в котором виднелись сгустки крови, стоял на столе. Я приблизился к ней, но она не обратила на это никакого внимания. Я сел и взял ее руку, лежавшую на диване. «Ах, это вы», сказала она с улыбкой, «разве вы тоже больны?» «Нет, но вы, вам все еще плохо?» «Ничего, я уже к этому привыкла». «Вы себя убиваете», сказал я ей взволнованным голосом. «Мне хотелось бы быть вашим другом, вашим родственником, чтобы помешать вам губить себя». «Чем объяснить такую преданность моей особи?» «То ли непреодолимой симпатией, которую я питаю к вам, значит, вы в меня влюблены?» «Так скажите об этом прямо, это проще?» «Если я и признаюсь вам в любви, то не сегодня. Лучше будет, если вы этого никогда не сделаете». «Почему?» «Потому что это может привести только к двум вещам, к каким?» «Либо я вас отвергну, и тогда вы на меня рассердитесь, либо сойду с вами, и тогда у вас будет незавидная любовница, женщина нервная, больная, грустная, а если веселая, то печальным весельем». «Подумайте только, женщина, которая харкает кровью и тратит сто тысяч франков в год, это хорошо для богатого старика, но очень скучно для такого молодого человека, как вы. Все молодые любовники покидали меня». «Я ничего не ответил, я слушал. Эта ужасная жизнь, от которой бедная девушка бежала в распутство, в пьянство и в бессонницу, все это произвело на меня такое впечатление, что я не находил слов». «Однако», продолжала она, «Мы говорим глупости, дайте мне руку, и вернемся в столовую». Почему она стала его любовницей? Он был беден, а страстные признания в любви ей доводилось выслушивать не меньше десяти раз на дню. Но он продолжал свои атаки с пламенным упорством. Это смесь веселости, печали, искренности, продажности и даже болезнь, которая развела в ней не только повышенную раздражительность, но и повышенную чувственность, возбуждали страстное желание обладать ею. в ней жила трогательная непосредственность, временами она страстно рвалась к более спокойной жизни. Пылкая, она легко поддавалась искушению и была падка на наслаждение, но при этом не теряла гордости и сохраняла достоинства даже в падении. Молодому Дюма не были чужды благородные порывы. Любовь к матери научила его жалеть всех женщин, несправедливо выброшенных из общества. Чистосердечный, несмотря на всю свою присыщенность, он сочувствовал их горестям, умел вызывать их на откровенность и угадывал слезы под маской притворного веселья. К куртизанкам он был бесконечно снисходителен. Он считал их не преступницами, а жертвами. Они были благодарны ему за то уважение, которое он им выказывал в их унижении. И нет никакого сомнения, что именно это привлекало к нему Мария Дюплесси. Однажды она сказала ему, если вы пообещаете беспрекословно выполнять все мои желания, не делать мне никаких замечаний, не задавать никаких вопросов, то, быть может, в один прекрасный день я соглашусь вас полюбить. Какой юноша в 20 лет откажется дать такое невыполнимое обещание? И на время Мария бросила почти всех своих богатых покровителей ради этого серьезного и красивого божа. Ей доставляло удовольствие вновь превратившись в грезетку, гулять с ним по лесу или по елисейским полям. В ее комнате, где на возвышении стояла великолепная кровать работы Буля, ножки которой изображали фавнов и вакханок, она давала ему упоительное празднество плоти. Ах, как ему нравились ее огромные глаза, окруженные черными кругами, ее невинный взгляд, гибкая талия и сладострастный аромат, которым было пронизано все ее существо. Дюма отец рассказывает о том, каким образом сын поведал ему о своей победе. Проследуйте за мной во французский театр. Там в этот вечер давали, кажется, воспитанниц Сенсирского дома. Я шел по коридору, когда дверь одной из лож Бенуара отворилась, и я почувствовал, что меня хватают за фал де фрака. Оборачиваюсь, вижу Александр. Ах, это ты, здравствуй, голубчик. Войдите в ложу, господин отец. Ты не один, вот именно. Закрой глаза, а теперь просунь голову в щелку, не бойся, ничего худого с тобой не случится. И действительно, не успел я закрыть глаза и просунуть голову в дверь, как к моим губам прижались чьи-то трепещущие лихорадочно горячие губы. Я открыл глаза. В ложе была прелестная молодая женщина лет двадцати-двадцати-двух. Она то и наградила меня этой отнюдь недочерней лаской. Я узнал ее, так как до этого видел несколько раз в ложах авансцены. Это была Мария дюплеси. Дама с камелиями. Это вы, милое дитя, сказал я, осторожно высвобождаясь из ее объятий. Да, я. А вас, оказывается, надо брать силой. Ведь мне хорошо известно, что у вас совсем иная репутация. Так почему же вы столь жестокий ко мне? Я уже два раза писала вам и назначала свидание на балу в опера. Я полагал, что ваши письма адресованы Александру? Ну да, Александру Дюма. Я полагал, Александру Дюма сыну? Да бросьте вы. Конечно, Александр Дюма сын, но вы вовсе не Дюма отец и никогда им не станете. Благодарю вас за комплимент, моя красавица. И все-таки почему вы не пришли? Я не понимаю. Я вам объясню. Такая красивая девушка, как вы, приглашает на любовное свидание мужчину моих лет, лишь в том случае, если ей что-нибудь от него нужно. Итак, чем могу быть вам полезен? Я предлагаю вам свое покровительство и освобождаю вас от своей любви. Ну, что я тебе говорил? Воскликнул Александр. «Тогда я надеюсь, вы разрешите, сказала Мария Дюплеси с очаровательной улыбкой и взмахнула длинными черными ресницами, еще навестить вас, сударь. Когда вам будет угодно, мадемуазель?» Я поклонился ей так низко, как поклонился бы только герцогине. Дверь закрылась, и я очутился в коридоре. В тот день я в первый раз целовал Марии Дюплеси. В тот день я видел ее последний раз. Я ждал Александра и прекрасную куртизанку. Но спустя несколько дней он пришел один. «В чем дело?» спросил я его. «Почему ты ее не привел?» Ее каприз прошел. Она хотела поступить в театр. Все они об этом мечтают. Но в театре надо учить роли репетировать, играть. Это тяжкий труд. А ведь куда легче встать в два часа по полудни, не спеша одеться, сделать круг по Булонскому лесу, в город, пообедать в кафе Де Пари или у братьев провансальцев, а оттуда отправиться в Водевиль или Жимназ, провести вечер в луже, после театра поужинать и вернуться часам к трем утра к себе или отправиться к кому-нибудь, чем заниматься тем, что делает мадемуазель Марс. Моя дебютантка уже забыла о своем призвании, и потом мне кажется, она очень больна. Бедняжка. Да, ты прав, что жалеешь ее. Она гораздо выше того ремесла, которым вынуждена заниматься. Надеюсь, ты испытываешь к ней не любовь? Нет, это жалость, ответил Александр. Больше я никогда не разговаривал с ним о Марии Дюплесси. Дюма, сын, придерживался гораздо более строгих правил, чем Дюма, отец. Мария Дюплесси читала Манон-Леско, и она хотела заставить этого красивого юношу играть при ней роль Дегрия. Он отказался. А отчего бы он хотел? Перевоспитать ее? Убедить изменить свой образ жизни? Она, возможно, смогла бы это сделать, так как была скорее сентиментальна, чем корыстна. Дюма сам сказал о Мари. Она была одна из последних представительниц той редкой породы куртизанок, которые обладали сердцем. Но суммы, потраченной на один вечер с Мари, билеты в театр, камелии, конфеты, ужин, всевозможные прихоти, было достаточно, чтобы разорить молодого Александра. Он мало зарабатывал и был вынужден беспрестанно обращаться к отцу, который, хотя и сам часто сидел без денег, все же давал ему время от времени записку на имя госпожи Порше Билетерши, продававшей его билеты, с просьбой выдать сыну сто франков. Александру Дюма сын, госпожа Порше, вы сказали сударыне, потерпите несколько дней, но это равносильно тому, что попросить человека, которому вот-вот отрубят голову, сплясать ригадон или сочинить каламбур. Да через несколько дней я стану миллионером, я получу пятьсот франков. Если я обращаюсь к вам, если я надоедаю вам своими просьбами, так это потому, что впал в такую нищету, что мог бы дать несколько очков вперед Иову, а ведь он был самым бедным человеком древности. Если вы не пришлете мне с моим посланцем сто франков, я покупаю на последние гроши кларнет и пузеля и начинаю давать представление под окнами вашего дома, написав большими буквами на животе подайте литератору, оставленному милостями госпожи Порше. Хотели бы вы, чтобы я представил вам в качестве залога свою голову, чтобы я кричал «Да здравствует республика», чтобы я женился на мадемуазель Моралес, или бы вы предпочли, чтобы я отправился в Адеон, чтобы я восхищался талантом Кошарди носил складные шляпы, что бы вы мне не приказали, я все выполню, только пришлите мне эти сто франков, и пришлете побольше. Ваш покорнейший слуга Александр Дюма, мне совершенно безразлично, пришлете ли вы эти сто франков серебром или банковскими билетами, так что не утруждайте себя. Каждое утро Маре Дюплесси присылала ему приказ на день. Дорогой Аде, из инициалов своего любовника, она сделала прозвище. Вечером он заезжал за ней, они обедали, ехали в театр, потом снова возвращались в будуар Мари, где в огромных китайских вазах стояли цветы без запаха. Однажды писал он, я ушел от нее в 8 часов утра, и вскоре настал день, когда я ушел от нее в полдень. Вы помните ли еще те ночи, страсть пылала, и поцелуи жгли, и обрывался стон, вас лихорадило, потом глаза устало, вы закрывали вдруг, и погружались в сон. Александр Дюмасын грехи юности. Часто она не могла заснуть, выходила из спальни в пеньюаре из белой шерсти, накинутом на голое тело, садилась на ковер перед камином и грустно следила за игрой пламени в очаге. В такие минуты Дюмас страстно любил ее, в другие он боялся оказаться обманутым. Он знал, что она часто лжет ему, возможно, из деликатности. Штакельберг по-прежнему занимал какое-то место в ее жизни, так же, как и человек более молодой, Эдуард Перрего по отцу, внук знаменитого финансиста, председателя французского банка по матери герцога Торренского. На розовой бумаге, сложенной треугольником, Мари Дюплеси писала ему «Вы доставили бы мне большое удовольствие, дорогой Эдуард, если бы посетили меня сегодня вечером в Водевиле, лужа номер 29. Не могу пообедать с тобой, чувствую себя очень плохо». И на бледно-голубой бумаге. «Нед, дорогой, сегодня в Варьете будет совершенно необычайное представление по случаю бенефиса буфе. Ты достаешь мне большое удовольствие, если сможешь добыть для меня ложу». «Ответь мне, дорогой друг, тысячу раз целую твои глаза». Неду она говорила «Сегодня я проведу вечер с зельей». И проводила его с дюма. С дюма же она играла роль кающей согрешницы. Когда однажды у нее спросили «Почему она так любит лгать?» Она расхохоталась и ответила «Отлжи зубы белеют». Она тщетно пыталась примирить любовь и дела. И для дюма вслед за несколькими днями счастья потянулись долгие месяцы подозрений, тревог и угрызений совести. Он полагал, что разрывается между любовью и честью. Сколько суетности скрывают эти слова с большой буквы. Исходу второго месяца ласки сменились упреками. Теперь он реже видел Мари. Она чувствовала, что он отдаляется. «Дорогой Аде», писала она, «почему ты не даешь о себе знать и почему ты не напишешь мне обо всем искренне? Мне кажется, что ты мог бы относиться ко мне как к другу, в ожидании вестей нежно целую тебя как любовница или как друг по твоему выбору и в любом случае остаюсь преданной тебе Мари. 30 августа 1845 года он решил порвать с ней Александру Дюмасын Мари Дю Плеси «Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить вас так, как мне хотелось бы, и не настолько беден, чтобы быть любимым так, как хотелось бы вам. И поэтому давайте забудем оба вы имя, которое вам было должно быть почти безразлично, я счастье, которое мне больше недоступно. Бесполезно рассказывать вам, как мне грустно, потому что вы и сами знаете, как я вас люблю. Итак, прощайте, вы слишком благородны, чтобы не понять причин, побудивших меня написать вам это письмо и слишком умны, чтобы не простить меня. С тысячей лучших воспоминаний А. Д. 30 августа, полночь. Когда художник расстается с любимой женщиной, любовь начинает новую жизнь в его воображении. Исчезнувшая Мари постоянно занимала мысли А. Д. Д. Глава четвертая Несентиментальное путешествие После разрыва отца с Эдой Феррие и сына с Марией Дюплесси оба Дюма съехались. Жили они беспорядочно и на основах взаимной терпимости. Сын стал любовником актрисы Водевиля Анаис Льевен. Во время ужина, который она давала у братьев провансальцев, и была спровоцирована ссора, которая кончилась дуэлью, приобретшей потом скандальную известность между талантливым журналистом Дюжарье, заведующим отделом романов-фильетонов в Ля Пресс, и профессиональным бритером Раземоном де Бавалоном, предательски убившим своего противника, как говорили тогда по приказу и за деньги соперничавших изданий. В борьбе за подписчиков газеты стали прибегать даже к убийствам. Сначала Бавалон был оправдан, но решением кассационного суда его дело передали Руанскому суду, который приговорил его к восьми годам заключения. Оба Дюма, вызванные на суд в качестве свидетелей, приехали в Руан со своими любовницами, за что общественное мнение сурово осудило их. В письме Нестора Рокплана его брату Камилу мы читаем «Что до Дюма отца, то он сделал себя посмешищем своим ответом председателю суда. Ваша профессия?» спросили его. Я сказал бы драматург, если б не жил на родине Корнеля. Гиацинт, мой актер, спародировал эту плоскую остроту. Когда его как сержанта национальной гвардии вызвали приносить присягу, он должен был объявить о роде своих занятий. И он ответил «Я сказал бы драматический актер, если б тут не было брендо из комедии францесс». На этом процессе Дюма, который хотел выказать себя знатоком в вопросах чести, человеком рафинированным и завзятым бритером, навсегда скомпрометировал само понятие джентльмен, настолько он им злоупотреблял. На премьере его пьесы «Дочь Регента», первого же актера, который произнес слово джентльмен, ошибали и освистали. Во время руанского процесса отец и сын Дюма и их дамы вели общее хозяйство. Дюма сын должно быть страдал от столь широкой гласности. В 1846 году отец и сын с радостью ухватились за возможность уехать из Парижа. Они вместе совершили большое путешествие по Испании и Алжиру. Почему по Алжиру? Потому что граф Сальванди, министр просвещения, посетив эту прекрасную страну, заметил, как жаль, что об Алжире так мало знают, но как его популяризировать? Его спутник, писатель Ксавье Мармье ответил. А знаете, господин министр, что я сделал бы, будь я на вашем месте? Я постарался бы каким-нибудь образом устроить так, чтобы Дюма проделал то же путешествие, что и мы, и написал об этом два-три тома путевых записок. Их прочтут три миллиона человек, а пятьдесят-шестьдесят тысяч из них, возможно, всерьез заинтересуются Алжиром. Дельная мысль, согласился министр. Я об этом подумаю. По возвращении в Париж нарцисс де Сальванди, который и сам был литератором, он принял, правда, без особого энтузиазма, Виктора Гюго во французскую академию, пригласил Дюма на обед. Мой дорогой поэт, сказал он, вы должны оказать нам услугу. Поэт может оказать услугу министру с удовольствием, хотя бы в честь столь редкой просьбы. О чем идет речь? Сальванди рассказал о своем проекте и предложил десять тысяч франков на путевые расходы. Дюма величественно ответил, я добавлю сорок тысяч из своего кармана и совершу это путешествие. И так как министр был удивлен непомерностью суммы, то Дюма объявил, что берет с собой за свой счет своего сына Александра соавтора Агюста Маке и художника Луи Бланже. Он просит только, чтобы в его распоряжение предоставили военный корабль, на котором он мог бы совершать прогулки вдоль берегов Алжира. Вот как, сказал министр. Но вы хотите, чтобы мы оказали вам такие почести, какие обычно оказывают только принцам крови? А как же иначе? Если для меня сделают лишь то, что и так доступно каждому, не стоило меня беспокоить. Я и сам могу написать в дирекцию пассажирского пароходства и попросить оставить для меня каюту. Пусть будет по-вашему. Вы получите ваш военный корабль. Когда вы намереваетесь отправиться в путь, мне еще надо закончить два-три романа. На это потребуется две недели. Но почему Испания? Потому что на следующий день после аудиенции у министра Дюма обедал у его королевского высочества герцога де Монпансия в 1842 году герцог Орлеанской наследник престола покровитель писателей друг Виктора Юго и Александра Дюма скоропостижно скончался в результате дорожной катастрофы. Непоправимая утрата для Франции. Большое горе для Дюма, который хранил как реликвию полотенце пропитанное кровью несчастного принца. Несколько лет спустя на премьере мушкетеров состоявшейся 27 октября 1845 года Дюма представили пятому сыну Луи Филиппа юному герцогу де Монпансия. Герцог был с ним очень любезен, говорил о той дружбе, которую питал к Дюма его покойный брат герцог Орлеанской и предоставил драматургу привилегию основать новый театр под названием Исторический театр, Европейский театр или даже Театр Монпансия. Дюма будет ведущим автором и директором этого нового театра, где помимо своих пьес он должен будет ставить Шекспира, Кальдерона, Гёте и Шиллера. Эта привилегия возбудила всеобщую зависть. Нестор Рокплан своему брату художнику Камилу Рокплану. Все только и делают, что гоняются за голосами, покровителями, депутатами и принцами. Принцу вообще свойственна крайняя решительность в театральных делах. Герцог Монпансия на днях преподнес Дюма свой огромный театр. Затея это настолько нелепо и комично, что Бьюссап заклад не пройдет и года, как он обанкротится и попадет в лапы коммерческого суда. Поведение Дюма совершенно неслыханно. Вот как он рассуждает. За 17 лет театры заработали на моих пьесах 10 миллионов. За 5 лет каждая из 4 газет ежегодно зарабатывает на моих романах 300 тысяч франков. Я хочу иметь театр, который приносил бы мне эти миллионы и газету, которая одна могла бы дать миллион 200 тысяч франков. Тем временем за ним охотятся судебные исполнители и в самый разгар пиршества, которое он закатил комедиантом и Замбегю, игравшим в мушкетерах, его арестовывают судебные приставы. Содержанка его сына, актрисы Водевиля мадемуазель Льевен, стоит 2000 франков в месяц. Дюма утверждает, что он уже заказал декорации для семи пятиактных пьес, которые написал недели две тому назад, ужиная с любовницей. Веселость, беспечность, прожектерство, остроумие, безалаберность, безрассудство этого малого, его цветущее здоровье и плодовитость совершенно феноменальны. Привилегия была выдана на имя Ипполита Остена, молодого человека, немного врача, немного критика, немного драматурга, который был в свое время секретарем комедии францез и директором нескольких театров. Необходимый капитал дали герцог Монпансье и владелец пассажа Жуфруа. Дюма брал на себя финансовую ответственность за руководство всей антрепризой. Они купили земельный участок на углу бульвара и фобор дю Тампль и договорились, что за время путешествия Дюма там построят огромный театр. Обедая у Монпансье, Дюма рассказал ему о своем разговоре с Сальванди. «Великолепная мысль!» сказал молодой принц. «Только непременно поезжайте через Испанию, чтобы присутствовать на моей свадьбе». 10 октября 1846 года герцог Монпансье должен был сочетаться браком с 14-летней испанской инфантой Луизой Фернандой, младшей сестрой и признанной наследницей королевы Изабеллы Второй. Этот союз, благодаря которому испанский трон мог в один прекрасный день достаться французу, не давал покоя английским министрам. Дюма в тот же день послал приглашение Огюсту Маке, Луи Буланже и своему сыну. Виктор Гюго по этому поводу писал «Александра Дюма послали в Испанию присутствовать в качестве историографа на свадьбе герцога Монпансье». Вот как добывали деньги на это путешествие. Полторы тысячи франков отпустило Министерство просвещения из фонда поощрения и пособия литераторам. Еще полторы тысячи из фонда литературных поручений. Министерство внутренних дел выдало три тысячи франков из кассы особого фонда. господин Дюма Монпансье двенадцать тысяч франков. Общая сумма составила восемнадцать тысяч франков. Получая деньги, Дюма сказал «Ну что ж, этого, пожалуй, хватит, чтобы уплатить проводникам». Оставалось найти образцового слугу. Ресторатор Шеве предложил Дюма абиссинского негра с ароматным именем Оде Бенжуэн бензойский бальзам. Они поехали по железной дороге новому для того времени способу передвижения. И Дюма тут же начал путевой дневник. До нас донесло зловонное дыхание локомотива. Огромная машина сотрясалась, скрежет металла раздирал на муши. Фонари стремительно проносились мимо, будто блуждающие огоньки на шабаше. Оставляя за собой длинный хвост искр, мы мчались к Орлеану. Много шума из ничего. Но под пером Дюма даже локомотив превращался в персонаж драмы. В записках Дюма изображает Маке серьезным, храбрым, честным человеком, хотя и несколько консервативным и тяжелым на подъем. Луи Буланже художником-мечтателем, которому все кажется величественным, недаром он был лучшим другом Виктора Гюго. А что касается Александра Дюма сына, то он соткан из света и тени, он гурман и воздержан в еде, он расточителен и экономен, присыщен и чистосердечен, он изо всех сил издевается надо мной и любит и любит всем сердцем. И, наконец, может в любой момент ограбить меня, как Валер, и биться за меня, как Сид. К тому же он бешено храбр и всегда готов вскочить на коня, выхватить шпагу, пистолет или ружье. Время от времени мы ссоримся, и тогда он покидает отчий дом. Но в тот же день я покупаю тельца и начинаю его откармливать. Рассказ о путешествии по Испании четырех мушкетеров в сопровождении черного гримо читается увлекательно, как роман. Одному бою быков отведена добрая сотня страниц. При виде крови Маке теряет сознание, Александру Второму тоже не по себе, он просит принести стакан воды, воду приносит, вылейте ее в Мансонарес, астрит Дюма. Это пойдет ей на пользу. Проезжая мимо, он заметил, что река обмелела. Описание ночных схваток с хозяевами Пасадос или Парадорес, трактиров, как их называют в Испании, достойны пера Сервантеса. Испанские танцы нарисованы с изяществом присущим лучшим страницам Готье. Отец и сын бредят балконами, гитарами, дуэньями и пылкими красотками. Дюма, сын, имел немало приключений и описал их в стихах, обращенных к Кончите или Анне Марии. В них он, идя по стопам Мюссе, рифмовал Севилью с Мантильей и Прадо с досадой. Прелестны вы, и кто хоть раз увидел ваши руки, плечи, увидел блеск влюбленных глаз, тот не забудет этой встречи, тот вечно будет помнить вас. Монтансье дал в Мадриде большой прием в честь приехавших французских писателей и художников. Испанцы и сами спешили выказать Дюма свое восхищение. Меня лучше знают и, пожалуй, больше чтят в Мадриде, чем во Франции. Испанцы находят в моих произведениях нечто кастильское, и это им весьма по вкусу. Что это правда, видно хотя бы из того, что я стал командором ордена Изабеллы Католической, прежде чем сделался кавалером Почетного Легиона. Однако на Кювейе Флюри, бывшего наставника герцога Омальского, который сопровождал французских принцев в Испанию, прославленный путешественник произвел не такое хорошее впечатление, как на самого себя. Прибыл Дюма, посланный Сальванди с этой дурацкой миссией, он потолстел, подурнел и вульгарен до ужаса. Но Кювейе Флюри был нетерпим и совершенно лишен чувства юмора. Обе испанские свадьбы должны были состояться одновременно. Свадьба королевы Изабеллы Второй с инфантом Доном Франсиском Осисским по прозвищу Пакита и свадьба Монпансье с сестрой Изабеллы, более красивой, чем королева, у которой были прекрасные глаза, великолепные волосы, гордо посаженная головка и очаровательное личико. Двойной брак благословили в присутствии всего испанского двора в зале послов Восточного дворца, а на следующий день церемонию повторили в соборе Божьей Матери Аточской. На ней присутствовал и восхищенный Александр Дюма. Через несколько дней, 17 октября 1846 года, Дюма обедал у католической королевы в колонном зале. Стол был накрыт на сто персон. «Мы затерялись среди людей, которые не знали ни слова на нашем языке», писал Кювие Флери. У Александра Дюма, как и у меня, по правую руку сидел епископ, по левую камергер с ключом, перекинутым за спину. Но так как ключ этот не отмыкает уста, то Дюма вынужден был пожрать обед молча, а путевые наблюдения ограничить танзурой своего соседа. Самый уродливый из всех епископов заметил он после обеда. Четверо новобрачных обошли все залы. Изабелла II, которая едва исполнилась 16 лет, была с ног до головы усыпана бриллиантами, но кожа у нее была слишком темная и щеки воснились. Предсказывали, что с годами она станет такой же безобразно толстой, как и ее бабушка. Король-супруг таков был отныне официальный титул Пакиты казался девчонкой, одетой в форму дивизионного генерала. Он говорил пискливым голосом. Молодые правители, двоюродные брат и сестра, объединенные браком по политическим соображениям, ненавидели друг друга с детства. И наоборот, инфанта Луиза Фернанда, герцогиня де Монпансье, гордая своим прекрасным принцем, вся светилась от счастья. Восхитительное существо, писал Ювие Флери. Лицо ее дышит прелестью и лукавством. 18 октября 1846 года Дюма-сын, которого, несмотря на Кончиту и Антонию, преследовали воспоминания о Мари-Дюплеси, написал ей из Мадрида, умоляя простить его. Он раскаливался в несправедливой суровости. Мутье приехал в Мадрид и сказал мне, что, когда он покидал Париж, вы были больны. Разрешите мне присоединиться к числу тех, кого глубоко огорчают ваши страдания. Через неделю после того, как вы получите это письмо, я буду в Алжире. Если я найду на почте хотя бы записочку от вас, из которой узнаю, что вы простили мне то, что я совершил почти год назад, я возвращусь во Францию менее грустным, если вы отпустите мне грехи и совершенно счастливым, если найду вас в добром здравии. Ваш друг А.Д. Когда догорели огни последних фейерверков, Александр Первый и его двор отправились в Алжир. Там не было недостатка в развлечениях. Плавание на военном корабле велос, стремительный, визит к маршалу Бюжо, освобождение французских пленных из рук арабов Дюма так много раз об этом рассказывал, что в конце концов сам в это поверил. Банкет в его честь на алжирском рейде, охота на орла, покупка грифа, которого он окрестил югуртой, прогулка с остановкой в Тунисе, куда он не имел никакого права приводить французский военный корабль. Зато какой скандал подняла палата по его возвращении, как могло случиться, что военный корабль со всей командой предоставили в распоряжение увеселителя публики. «Почему вопрошал граф Костелан министр доверил научную миссию автору романов фельетонов? Правда ли осведомлялся Мальвиль, депутат от Перегора, что министр сказал, Дюма откроет алжир господам депутатам, которые о нем ничего не знают? Но Сальванди не спасовал перед крикунами. Что касается Дюма, то он послал им секундантов. Депутаты не приняли вызова, ссылаясь на парламентскую неприкосновенность. Мушкетер играл в этом деле самую выигрышную роль. Это кульминационный пункт карьеры Дюма. Власти обращаются с ним как с особой королевского ранга. С появлением каждого нового романа увеличивается список его триумфов. Романы эти «Маке-Дюма» или «Дюма-Маке» переделывают в драмы, на которые истекаются толпы народу. Спектакль «Мушкетеры вам бегю» начинается в половине седьмого и кончается в час ночи, Теофель Готье писал в своем фильетоне. У нас достаточно времени, чтобы познакомиться с героями, привыкнуть к их повадкам и поверить в их реальность. Пьеса, добавлял он, выдержит столько же представлений, сколько номеров газеты занял роман. И это не так уж мало. Успех этой пьесы, продолжает Готье, тем более замечательен, что в ней нет и намека на любовь. Там нет даже арифии, чтобы кинуть кость пятиметрам. Правда, пятиметры никогда не ходят на бульвары. Притягательная сила пьесы в идеях дружбы и верности, благородных идеях, которые сами по себе достойны стать содержанием любой драмы. В союзе четырех храбрецов, объединивших свои помыслы, сердца, силу и доблесть, есть нечто трогательное. Эти четыре брата, братья не по крови, а по родству душ, образовали такую семью, о которой можно только мечтать. Кто в пору доверчивой юности не пытался установить такие же отношения? Но, увы, они распадались при первой же трудности или первом же соперничестве, по вине Орестали, Беладали, не все ли равно? В этом успех романа и успех пьесы. Суждение умное и даже глубокое. Да, только неиссякаемой щедростью натуры дюма отца можно объяснить его удивительный успех и его безраздельное господство на сцене и в подвалах газет. Глава пятая. Смерть Марии Дюплисси. Мы воздадим ей лучшую хвалу, сказав, душе ее так быстро наскучила жизнь, которую вело ее тело, что она убила его, чтобы покончить с этим существованием. Поль де Сен-Виктор На письмо из Мадрида молодой Дюма не получил никакого ответа и вот почему. Мари никогда не хотела разрыва с ним, но она привыкла к тому, что все ее привязанности попираются, привыкла заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой и постепенно стала, пишет Жюль Жанен, ко всему безразличной. О сегодняшней любви она помышляла не больше, чем о завтрашней страсти. Безразличной? Нет, скорее смирившейся. Она тосковала по тишине, покою и любви. У нее была душа грезетки, которая приспосабливалась как могла к телу куртизанки. Куртизанка старалась привлечь богатых любовников, Штакельберга, Пирего, грезетка, искала друга сердца, который мог бы заменить ей А.Д. И она нашла Франца Листа, которого ей представил в ноябре 1845 года лечивший ее доктор Корев. Странная личность, похожая на персонажей Гоффмана, полушарлатан, полугений. Лист, великий музыкант, прекрасный как полубог, только что порвал свою продолжительную связь с Мари Агу. Немногие мужчины занимали тогда более видное положение в обществе. «Мадемуазель Дюплесси вас хочет, и она вас завоюет», сказал Жанен виртуозу. Она и впрямь завоевала его, и он никогда не смог ее забыть. «Вообще мне не нравятся такие женщины, как Марион Делорм или Манон Леско, но это была исключением, она была очень добра». И все же Лист отказался связать свою жизнь с прекрасной куртизанкой и даже не пожелал поехать путешествовать с ней по востоку, чего ей очень хотелось. Эдуард Перрего пригласил Мари в другое путешествие весьма неожиданного свойства. Он увез ее в Лондон и там 21 февраля 1846 года сочетался с ней гражданским браком перед регистратором графства Мидлсекс. Она стала графиней Перрего. Но брак по всей вероятности был заключен не по правилам, так как церковное оглашение не было опубликовано. Он не мог считаться действительным во Франции, потому что не был утвержден французским генеральным консулом в Лондоне, как того требовал закон. К тому же по возвращению в Париж супруги по взаимному согласию вернули друг другу свободу. Так к чему же тогда эти необъяснимые формальности? Возможно, Перрего надеялся крепче привязать к себе Мария Дюплеси. Возможно, он хотел удовлетворить прихоть умирающей, потому что у Марии к тому времени развелась скоротечная чахотка, и она знала, что часы ее сочтены. Лондонская свадьба позволила ей заказать на дверце своей кареты гербовые щиты. Лишь самые интимные друзья, самые надежные советчики знали, что она имеет на это право. У поставщиков, которым она задолжала, вошло в привычку адресовать щита на имя графини Дюплехси. Но на самом деле она к этому времени чувствовала себя слишком плохо, чтобы быть настоящей женой или любовницей. Волнующая бледность ее щек сменилась лихорадочным румянцем. Она пыталась искусственно возродить свою былую красоту при помощи блеска драгоценностей. Она разъезжала по модным курортам, переселялась из спа вэмс. Восхитительная танцовщица. Мария продолжала вызывать восхищение, но с каждым новым местом ее состояние только ухудшалось. В щитах отелей стоит молоко вливание. Мария Дюплехси Эдуардо Перрего. Я молю вас на коленях, дорогой Эдуард, простить меня. Если вы меня еще любите, напишите мне всего два слова, прощания и дружбы. Напишите мне до востребования. Эмс, герцогство Нассау. Я здесь одиноко и очень больна. Итак, дорогой Эдуард, скорее прощение. До свидания. По возвращении в Париж Мария в течение нескольких недель еще появлялась на балах. Лишь призрак, тень своей былой красоты. Потом настал день, когда она уже не смогла более покидать квартиру на бульваре Мадлен. Ей минуло двадцать три года, и она была обречена. И вот в ее комнате появились налой, крытый трипом, и две позолоченные девы Марии. Иногда по вечерам, надев белый пенюар и обмотав голову красной кашемировой шалью, она садилась у окна и наблюдала, как проходят мимо светские дамы и кавалеры, направляясь ужинать после театра. Так как она не могла больше зарабатывать деньги своим истощенным телом, ей пришлось продать одно за другой почти все драгоценности, которые она так любила. Когда она умирала, у нее из всех украшений оставались лишь два браслета, одна коралловая брошь, хвосты и два маленьких пистолета. Эдуарда Пиррего, пришедшего навестить ее, она не приняла. Она умерла 3 февраля 1847 года в самый разгар карнавала за несколько дней до Масленицы, которую Париж в те времена бурно праздновал. Шум веселья врывался в окна маленькой квартирки, где лежала в агонии Мария Дюплерси. Викарий церкви Святой Магдалины пришел причастить ее, затем перекусив отправился во свояси. На ветчину для священника записала в книге расходов горничная 2 франка. 5 февраля 1847 года толпа любопытных следовала за погребальным катафалком, украшенным белыми венками. За дрогами, обнажив головы, шли лишь двое из прежних друзей Марии Дюплерси, Эдуард Перрего и Эдуард Делессер. Мари похоронили временно на Монмартрском кладбище, потом 16 февраля в жирный четверг тело ее эксгумировали и предали земле на участке, приобретенном Эдуардом Перрего за 526 франков в вечную собственность. В этот день низко нависшее небо было темным и мрачным, к полудни небеса разверзлись и потоки ливня хлынули на процессию жирного тельца, а ночью во всех уголках Парижа сотни разбушевавшихся оркестров с помпой провожали карнавал. Дюма сын, путешествовавший по Алжиру и Тунису, ничего не знал о долгой агонии своей бывшей возлюбленной. Возвращаясь во Францию, он много думал о Мари. Он никогда не переставал любить эту редкую и трогательную женщину. «Я брел, и память о наших ночах преследовала меня», писал он, что, впрочем, отнюдь не мешало ему не отказываться от тех приключений, которые выпадали на его долю во время путешествия. Из Туниса он вернулся в Алжир, чтобы встретить там Новый год. 3 января 1847 года пассажиры Велоса Стремительного пересели на пакетбот Оренока, четвертого они прибыли в Тулон, на следующий день в Марсель. Оттуда Дюма отец поспешил в Париж, куда его призывали дела исторического театра. Дюма сын соблазнился гостеприимством Датрана, Мэри, и возможностью закончить вдали от Парижа плутовской роман «Приключения четырех женщин и одного попугая», о выходе которого уже объявил издатель Кадо. О смерти Мэри он узнал в Марселе. Это известие повергло его в грусть и раскаяние. Нельзя сказать, что он плохо обошелся с Мэри, но он был слишком суров, а значит и несправедлив к бедной девушке, чья жизнь была столь тяжелой, что ее ни в чем нельзя винить. Недовольный собой, он решил с жаром взяться за работу и расплатиться со всеми долгами. Но такую клятву гораздо легче дать, чем сдержать. Когда он возвратился в Париж, ему в глаза бросилось объявление, возвещавшее о посмертной продаже мебели и предметов роскоши в доме номер 11 по бульвару Мадлен. Лиц, желающих что-нибудь приобрести, приглашали посетить квартиру, где была выставлена вся движимость. Дюма сын помчался туда. Он вновь увидел мебель розового дерева, бывшую некогда свидетельницей его короткого счастья, тончайшее белье, облекавшее нежное и прелестное тело, платья покойницы, за право обладать которыми будут спорить так называемые порядочные женщины. Он был потрясен и, возвратившись домой, написал свое лучшее стихотворение. Расстался с вами я, а почему, не знаю, ничтожным повод был. Казалось, мне любовь к другому скрыли вы. О, суета земная! Зачем уехал я? Зачем вернулся вновь? Потом я вам писал о скором возвращении, о том, что к вам приду и буду умолять, чтоб даровали вы мне милость и прощение. Я так надеялся увидеть вас опять. И вот примчался к вам. Что вижу я? О, Боже! Закрытое окно и запертую дверь. Сказали люди мне, в могиле черви гложут ту, что я так любил, ту, что мертва теперь. Один лишь человек с поникшей головою у ложа вашего стоял в последний час. Друзья к вам не пришли. Я знаю, только двое в последнем шествии сопровождали вас. Благословляю их. Они одни посмели с презрением отнестись к тому, что скажет свет умершей женщине не на словах на деле, отдав последний долг во имя прошлых лет. Те двое до конца ей верность сохраняли. Но лорд ее забыл и князь прийти не мог. Они ее любовь за деньги покупали и не могли купить надгробный ей венок. Чарльз Диккенс присутствовал на аукционе. Там собрались все парижские знаменитости, писал он графу Дорсе. Было много великосветских дам, и все это избранное общество ожидало торгов с любопытством и волнением, исполненное симпатией и трогательного сочувствия к судьбе девки. Говорят, она умерла от разбитого сердца. Что до меня, то я, как грубый англосакс, наделенный малой таликой здравого смысла, склонен думать, что она умерла от скуки и пресыщенности. Глядя на всеобщую печаль и восхищение, можно подумать, что умер национальный герой или Жанна Дарк. А когда Эжен Сю купил молитвенник куртизанки, восторгу публики не было конца. Диккенс, несмотря на свою сентиментальность, был, как он сам признавал, слишком англосаксом, чтобы его могла тронуть участь женщины легкого поведения. Дюма же купил на память золотую цепочку Мари. Распродажа дала 80 917 франков, что с лихвой покрыло пассив наследства. Мари Дюплесси завещала деньги, которые останутся после уплаты долгов, своей нормандской племяннице, дочери ее сестры Дельфины и Ткача Паке, поставив условием, чтобы наследница никогда не приезжала в Париж. Жизнь и смерть Мари Дюплесси сыграли решающую роль в моральной эволюции Дюма сына. Его отец, как и все романтики, воспевал права страсти, но сам очень скоро перестал следовать этим идеалам. Любовницам типа Мелани Вальдор он предпочитал снисходительных и непостоянных девиц. Его сын с 20 лет тоже пристрастился к необременительным увлечениям, но пример матери показал ему, к каким печальным последствиям приводят подобные связи. Судьба Мари окончательно убедила его, что комедия удовольствия в жизни, увы, часто оборачивается трагедией. В мае 1847 года он отправился на прогулку в Сен-Жермен и вспомнил тот день, когда он скакал по лесу с Женом де Жезе. Оттуда друзья отправились в Варьете, что положило начало его роману с Мари. Александр снял комнату в отеле «Белая лошадь», перечитал письма Мари и написал о ней роман под названием «Дама с камелиями». С начала века у поэтов вошло в привычку описывать в стихах свои увлечения. Гюго, Санд, Мюссе и даже Бальзак романтизировали таким образом свои связи. Книга Дюма-сына не автобиография, хотя, конечно, в основе этой истории лежит роман автора с Мари Дюплесси, которая в книге получила имя Маргариты Готье. В действительности Дюма сразу отказался от мысли возродить грешницу к новой жизни. В романе Арман Дюваль пытается заставить ее вступить на стезю добродетели. Я убежден в одном. Женщине, которую с детства не научили добру, Бог открывает два пути, ведущие к Нему. Путь страдания и путь любви. Они трудны. Те, кто на них вступает, стирают до крови ноги, раздирают руки, зато они оставляют украшения порока на придорожных колючках и приходят к цели в той ноготе, в которой не стыдно предстать перед Господом. Роль отца Дюваля, его визит к Маргарите Готье, решение Маргариты продать лошадей и драгоценности, чтобы любовью искупить свои грехи, героическое самоотречение куртизанки, жертвующей собой, чтобы не повредить любимому человеку. Все это придумал Дюма, точно так же, как и душераздирающие письма покинутой, разоренной, умирающей Маргариты. Нельзя представить, чтобы Дюма, отец, мог устроить в жизни подобную сцену Маргарите Готье. В его привычках было скорее завоевывать куртизанок, чем защищать их добродетель. Роман имел огромный успех. Все женщины, содержанки или просто согрешившие, были глубоко растроганы. Туберкулез и бледность приобрели теперь мрачное очарование. Через несколько дней после выхода книги в свет автор встретил драматурга Сиродена и тот сказал ему, «Почему бы вам не сделать драму из вашего романа? Ведь это, мой дорогой, плодородная почва, ее не следует оставлять невозделанной». Дюма сын поговорил с отцом. Отец в ту пору был абсолютным монархом в историческом театре, открывшемся 21 февраля 1847 года постановкой королевы Марго. Создавая этот театр, Дюма, как всегда, носился с грандиозными прожектами. Он хотел повторить на сцене то, что уже совершил в своих романах, воспроизвести национальную историю, создав пьесы на манер греческих трагедий и хроник Шекспира. Спектакль был блестящий и бесконечный. Он начинался в 6 часов вечера и кончался только к 3 часам утра. «Да», писал на следующий день в своей рецензии Теофиль Готье, Дюма совершил чудо, сумев удержать публику натощак 9 часов к ряду на своих местах, правда, ближе к концу в коротких антрактах зрители начали поглядывать друг на друга так, будто они плывут на плоту медузы и те, кто пожирней, уже начинали тревожиться за свою судьбу. Слава Богу, нам все же не пришлось оплакивать ни одной жертвы каннибализма. Но на будущее, если дирекция еще собирается ставить драмы в 15 картинах с прологом и эпилогом, ей следует добавлять на афишах большой выбор блюд. Десять тысяч зевак собрались на улице перед театром, чтобы поглазеть на зрителей и на фасад. Узкое здание торжествующе вздымалось между двумя огромными домами на бульваре Тампль. Оно казалось оригинальным, потому что, в отличие от большинства тогдашних театров, не походило ни на биржу, ни на храм, ни на гауптвахту, ни на музей. Архитектору, а возможно и Дюма, пришла в голову мысль стилизовать подмостки, на которых играли в бродячих театрах, заменив две бочки двумя кариатидами, поддерживающими балкон. Теофиль Ботье хвалил архитектора Сышана за то, что тот не поддался искушению построить вместо театрального здания Парфенон. «Только подчеркивая целевое назначение здания», указывал Теофиль Готье, «и максимально используя полезные элементы, современная архитектура найдет те новые формы, которые она тщетно ищет». На фресках внутри помещения были изображены все старые друзья Дюма Сафокл, Аристофан, Эсхил, Эврипид, Корнель, Росин, Мольер, Морево, Плюстальма и Мадемуазель Марс. Дюма, подобно древним, любил окружать себя своими богами. Герцог Монпенсье и молоденькая 15-летняя герцогиня присутствовали на премьере, которая затянулась далеко за полночь. Беатриса Персон, которую Дюма отец в ту пору жаловал своим вниманием, играла роль королевы-матери Екатерины Медичи. 19-летняя актриса была явно молода для этой роли, но любовь великих людей возлагает короны на самые неподходящие головы. Королеву Марго на афишах сменил Гамлет. Странный Гамлет, адаптированный Дюма, который, желая придать пьесе счастливую развязку, не стал, в отличие от Шекспира убивать принца датскому. Дюма сын надеялся, что вслед за драмами его отца на сцене исторического театра появится дама с камелиями. «Нет», сказал Александр первый, «сюжет дамы с камелиями не годится для театра, я бы никогда не смог ее поставить». Сына задели слова отца, тем более, что многие профессиональные драматурги предлагали ему переделать его роман в пьесу. «А почему бы мне не взяться за это самому?» подумал и скрылся на восемь дней в своем маленьком домике в Нэйи. Так как у него не было времени выйти купить бумаги, он писал на любых клочках, какие только попадались ему под руку. Закончив пьесу, он помчался к отцу. Тот, по-прежнему убежденный в нелепости этой затеи, из родительских чувств все же согласился прослушать пьесу. После первого акта он сказал «Очень хорошо». После второго Александру второму пришлось отлучиться по неотложному делу. Вернувшись, он застал Александра первого, только что закончившего чтение пьесы в слезах. «Мой дорогой мальчик», сказал он, обнимая сына, «Я ошибался». «Твоя пьеса принята историческим театром». Но дни исторического театра были уже сочтены. Франция стояла на пороге драм куда более реальных, чем те, которые создавали Дюма-Маке. Господствующая монархия катилась к гибели. Господствующая литературная школа дрехлела. В феврале 1847 года скончался Фредерик Сулье, автор Первой Христины. Барижане толпами стекались на его похороны. Он был очень популярен, его хуторок Жене имел шумный успех. Массы, бурлившие в предвкушении грядущей революции, хранили верность тем, кто говорил им о надежде и милосердии. Ламартину Гюго Мишле Дюма Санд Сулье. На кладбище Виктор Гюго произнес речь. В ту самую минуту, когда отзвучал последний залп над открытой могилой, в толпе раздались крики «Александр Дюма! Александр Дюма!» Дюма вышел вперед. Хотел заговорить, но слезы душили его. Впрочем, и сами по себе они были достаточно красноречивы. Седой гривой он походил на старого барана огромным брюхом на быка записал рок-план. Фредерик Сулье был одним из его первых друзей-литераторов. Это он, призвав на помощь пятьдесят столяров со своей фабрики, спас Христину от свистков портера. Ветеран романтической школы, он умер молодым и разочарованным. Париж, писал он, это бочка Донаид. Вы кидаете туда иллюзии юности, замыслы зрелых лет, раскаяния старости. Он пожирает все и ничего не дает взамен. Дюма сын, сопровождавший отца, услышал в толпе такой разговор. Ну и народу собралось. На похоронах Беранже будет еще больше. Придется пускать специальные поезда. А через месяц, двадцатого марта, пришел черед мадемуазель Марс. Ей одной из живых выпала честь быть изображенной на фресках исторического театра. В день открытия кто-то сказал, мадемуазель Марс попала в компанию мертвых, теперь она долго не протянет. Пророчество сбылось. Юго пришел на отпевание, которое состоялось на кладбище Мадлен. Огромную толпу, собравшуюся у входа в церковь, освещало яркое солнце. Юго, прислонившись к колонне, остался стоять под перестилем вместе с Жозефом Атраном и Огюстом Маке. Там были люди в блузах, писал Юго, которые высказывали живые и верные мысли о театре, об искусстве, о поэтах. Наш народ нуждается в славе, и когда нет ни Марянгу, ни Аустралица, он любит Дюма и Ла Мартинов и окружает их славой. Александр Дюма пришел со своим сыном. Толпа узнала его по взлохмаченной шевелюре и стала выкрикивать его имя. Катафалк тронулся. Мы пешком следовали за ним. Собралось добрых десять тысяч человек. Казалось, что этот мрачный поток толкает перед собой катафалк, на котором развивались гигантские черные плюмажи. Дюма дошел до кладбища вместе с сыном. Актрисы французского театра, одетые в траур, несли огромные букеты фиалок. Они бросили их на гроб мадемуазель Марс. Самым большим был букет Рошель. соперницы покойной. Но хотя парижане почитали и чествовали Дюма, кредиторы не оставляли его ни на минуту в покое. Директор журнала затеял против него процесс за нарушение контракта. Сын защитил его в великолепном стихотворении «Мыслитель и поэт, отец мы». Значит, снова литературные гнетут тебя оковы, и вынужден ты вновь, свой продолжая путь, других обогащать, они всегда на страже, а твой удел таков, что ты не смеешь даже в конце недели отдохнуть. В окне твоем всегда и вечером и ночью и в час, когда петух зарю уже пророчит, я вижу лампы свет, извечный свет труда. Да, к каторге тебя приговорил твой гений за двадцать долгих лет ночных трудов и бдений свободы обрести не мог ты никогда. Работай, если вдруг ты завтра обессилев французской спустишь флаг, которым осенили тебя в стране, где ты добро был сеять рад, лжецы, гордящиеся предками своими, пигмеями рабо, чтобы их узнали имя, обрушат на тебя злых оскорблений град. Работай, мой отец, я у дверей на страже, мне право все равно, что эти люди скажут о будущем моем. Путь изберу я свой и обойдусь без них питомцев лжи и лени. Теперь же долг велит спасти от оскорблений отцовской славы блеск, я верный часовой. Отныне сын будет заботиться об отце, у которого появится печальная потребность в помощи сына. Часть шестая Монте-Кристо Глупцы и чудаки более человечны, чем нормальные люди. Поль Валерий Глава первая Граф Монте-Кристо Монте-Кристо это имя-ключ к пониманию как творчества, так и жизни Дюма. Так назвал он свой самый популярный после трех мушкетеров роман. И также назвал он тот чудовищный дом, который был предметом его гордости и причиной его разорения. Это имя лучше всего вызывает в нашей памяти его извечные мечты о роскоши и справедливости. Как родилась у Дюма идея книги? Это произошло не сразу. В беседах Дюма рассказывает, что в 1842 году в бытность свою во Флоренции Жером Бонапарт экс-король Вестфалии поручил ему сопровождать своего сына принца Наполеона на остров Эльбу. Одно из самых священных для императорского дома мест. Дюма было тогда 38 лет, принцу 18. Однако писатель оказался моложе своего подопечного. Они привстали к Эльбе и сходили устров вдоль и поперек, а затем отправились поохотиться на соседний островок Пианозу, где в изобилии водились зайцы и куропатки. Их проводник, окинув взглядом вздымавшуюся над морем живописную скалу, напоминающую по форме сахарную голову, сказал, если ваше превосходительство соблаговолят посетить этот остров, они смогут там великолепно поохотиться. А как называют этот благословенный остров? Его называют островом Монте-Кристо. Это имя очаровало Дюма. Монсеньор обратился он к принцу. В память о нашем путешествии я назову Монте-Кристо один из романов, который я когда-нибудь напишу. Вернувшись на следующий год во Францию, Дюма заключил с издателями Бетюном и Плоном договор, по которому он обязался написать для них восьмитомный труд под общим заглавием «Парижские путевые записки». Дюма намеревался совершить продолжительную прогулку в глубины истории и археологии, но издатели сказали ему, что они мыслят этот труд совершенно иначе. Им скружила голову удача Эжен-Асю, который только что с потрясающим успехом опубликовал «Парижские тайны». Им хотелось бы, чтобы Дюма написал для них приключенческий роман, действие которого разворачивалось бы в Париже. Убедить Дюма было нетрудно. Его не пугали самые дерзкие проекты. Он сразу же принялся за поиски интриги. А между тем, когда-то, давным-давно, он заложил страницу в пятом томе труда Жака Пэше записки из архивов Парижской полиции. Его поразила одна из глав под названием «Алмаз отмщения». «История эта сама по себе», писал потом Дюма в письме, свидетельствовавшим о его неблагодарности, была попросту глупой. Однако она походила на раковину, внутри которой скрывается жемчужина. Жемчужина бесформенная, необработанная, не имеющая еще никакой ценности, короче говоря, жемчужина, нуждавшаяся в ювелире. Сен Пэше когда-то действительно служил в Парижской префектуре полиции. Из архивных папок он сумел извлечь шесть томов записок, которые и ныне могли бы послужить неисчерпаемыми источником для авторов бульварных романов. Вот та любопытная история, которая привлекла внимание Александра Дюма. В 1807 году жил в Париже молодой сапожник Франсуа Пико. Он был беден, но очень хорош с собой и имел невесту. В один прекрасный день Пико, надев свой лучший костюм, отправился на площадь Сент-Опортюн к своему другу Кабатчику, который, как и он сам, был уроженцем города Нима. Кабатчик этот, Матье Лупиан, хотя его заведение и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу. В Кабачке Пико встретил трех своих земляков из Гара, которые тоже были друзьями хозяина. Когда все принялись подшучивать над его фронтовским нарядом, Пико объявил, что в скором времени женится на красавице сироте Маргарите Вигару. У влюбленной в него девушки было к тому же приданное в сто тысяч франков золотом. Четверо друзей они имели от изумления, так поразила их удача сапожника. А когда состоится свадьба? В следующий вторник. Не успел Пико уйти, как Лупиан, человек завистливый и коварный, сказал, а я сумею отсрочить это торжество. Как? Спросили его приятели. Сюда с минуты на минуту должен прийти комиссар. Я скажу ему, что по моим сведениям Пико является английским агентом. Его подвергнут допросу, он натерпится страху и свадьба будет отложена. Однако наполеоновская полиция в те времена не любила шутить с политическими преступниками. Один из трех земляков по имени Антуан Алью заметил «Это скверная шутка». Зато остальным идея показалась забавной. Будто уж и нельзя повеселиться во время карнавала, говорили они. Лупиан сразу же приступил к делу. И тут весьма кстати, ему попался недостаточно осмотрительный, но весьма ретивый комиссар, который увидел в этом случае возможность отличиться и даже не произведя предварительного следствия настрачил донос на имя министра полиции самого Савари герцога Равиго. Герцог был в то время очень обеспокоен повстанческим движением в Андее. Нет никакого сомнения в том, подумал он, что этот Пико тайный агент Людовика XVIII. И вот бедного малого поднимают среди ночи с постели и он исчезает. Родители и невеста пытаются навести справки, но розыски не дают никаких результатов и они в конце концов смиряются. Отсутствующий всегда виноват. Проходит семь лет. Наступил 1814 год. Империя Наполеона пала. Человек до времени состарившийся от перенесенных страданий выходит из замка Фенестрель, где он пробыл в заключении целых семь лет. Это Франсуа Пико, изможденный, ослабевший, изменившийся до неузнаваемости. Там, в тюрьме, Пико преданно ухаживал за арестованным по политическим мотивам итальянским прилатом, дни которого были сочтены. Перед смертью тот на словах завещал ему все свое состояние и, в частности, спрятанный в Милане клад — алмазы, ломбардские дукаты, венецианские флорины, английские гинеи, французские луидоры и испанские монеты. По выходе из замка Пико ищет клад, находит его, прячет в надежное место, а затем под именем Джозефа Люше возвращается в Париж и появляется в квартале, в котором жил до ареста. Там он наводит справки о сапожнике Пьере Франсуа Пико, том самом, который в 1807 году собирался жениться на богатой мадемуазель Вигару. Ему рассказывают, что причиной гибели этого юноши была злая шутка, которую сыграли с ним во время карнавала четыре весельчака. Невеста Пико два года его оплакивала, а потом, сочтя, что он погиб, согласилась выйти замуж за кабачика Лупиана, вдовца с двумя детьми. Пико осведомляется об остальных виновниках карнавальной шутки. Кто-то говорит ему, вы можете узнать их имена у некоего Антуана Алью, который проживает в Ниме. Пико переодевается итальянским священником и, зашив в одежду золото и драгоценности, отправляется в Ним, где он выдает себя за аббата Балдини. Антуан Алью, прельстившись с прекрасным алмазом, называет имена трех остальных участников роковой карнавальной шутки. А через несколько дней в кабачок Лупиана нанимается официант по имени Проспер. Этому человеку с изможденным страданиями лицом, одетому в поношенный костюм, можно дать на вид не менее 50 лет. Но это тот же Пико в новой личине. Оба уроженца Нима, имена которых выдал Алью, по-прежнему остаются завсегдатаями кабачка. Как-то один из них, Шамбар, не приходит в обычное время. Вскоре становится известно, что накануне в 5 часов утра он был убит на мосту искусств. Вране торчал кинжал с надписью на рукоятке «Номер первый». От первого брака у кабаччика Лупиана остались сын и дочь. Дочь его, девушка лет 16, хороша как ангел. В городе появляется Дэнди, выдающий себя за маркиза, обладателя миллионного состояния. Он соблазняет девушку. Забеременев, она вынуждена во всем признаться Лупиану. Лупиан легко и даже с радостью прощает дочь, поскольку элегантный господин выражает полную готовность сделать своей женой ту, которая в недалеком будущем станет матерью его ребенка. Он и впрямь сочетается с ней гражданским и церковным браком, но сразу после благословения, когда гости готовились приступить к свадебному ужину, разносится весть о том, что супруг бежал. Супруг этот оказался выпущенным из заключения каторжником и, разумеется, не был ни маркизом, ни миллионером. Родители невесты вне себя от ужаса, а в следующее воскресенье дом, где живет семья и помещается кабачок, сгорает до тла в результате загадочного поджога. Лупиан разорен. Лишь два человека ему верны. Это его друг Соляри, последний оставшийся в живых из былых завсегдатаев кабачка, и официант, виновник всех несчастий, постигших ничего не подозревающего кабачика. Как и следовало ожидать, Соляри в свою очередь погибает от яда. К черному сукну, покрывающему его гроб, прикреплена записка с надписью печатными буквами номер второй. Сын кабачика, молодой Эжен Лупиан, безвольный шалопай, хулиганам, неизвестно откуда появившимся в городе, без труда удается втянуть его в свою компанию. Вскоре Эжен попадается на кражи со взломом, и его приговаривают к 20 годам тюремного заключения. Семейство Лупиан скатывается в бездну позора и нищеты. Деньги, добрая репутация, счастье. Все исчезает в стремительной лавине следующих одна за другой катастроф. Прекрасная мадам Лупиан, урожденная Маргарита Вигару, умирает от горя. Так как у нее не было детей от Лупиана, остатки ее состояния Лупиан вынужден вернуть родственникам, которые являются ее прямыми наследниками. И тут на сцену выступает официант Проспер. Он предлагает разоренному хозяину все свои сбережения при условии, что прелестная Тереза, дочь Лупиана и жена беглого каторжника станет его любовницей. Чтобы спасти отца, гордая красавица соглашается. От бесконечных несчастий Лупиан на грани безумия. И вот однажды вечером в темной аллее Тюэлери перед ним внезапно возникает человек в маске. Лупиан, помнишь ли ты 1807 год? Почему именно 1807? Потому что в этом году ты совершил преступление? Какое преступление? А не припоминаешь ли ты, как, позавидовав другу своему Пико, упрятал его в тюрьму? Бог покарал меня за это. Жестоко покарал. Не Бог тебя покарал, а Пико, который, чтобы утолить жажду мщения, заколол шамбара, отравил соляри, сжег твой дом, опозорил твоего сына и выдал твою дочь за каторжника. Так знай, что под личиной официанта Проспера скрывался Пико. А теперь настал твой последний час, потому что сейчас я покончу с номером третьим. Лупиан падает. Он убит. Пико уже у выхода из тюэлери, но тут его хватает чья-то железная рука, ему затыкают рот и уносят под покровом темноты. Он приходит в себя уже в подвале, где находится с глазу на глаз с незнакомым человеком. Ну как, Пико, я вижу мщение кажется тебе детской забавой. ты потратил десять лет жизни на то, чтобы преследовать трех несчастных, которых ты должен был бы пощадить. Ты совершил чудовищные преступления и меня сделал их соучастником, потому что я выдал тебе имена виновников твоего несчастья. «Я Антуан Аллю издалека следил за твоими злодеяниями и наконец понял, кто ты такой. Я поспешил в Париж, чтобы развлачить тебя перед Лупианом, но видно, дьявол был на твоей стороне и ты на какое-то мгновение опередил меня». «Где я нахожусь? Не все ли тебе равно? ты там, где тебе ни от кого ждать ни помощи, ни милосердия». Месть за месть. Пико зверски убит. Его убийца уезжает в Англию. В 1828 году Аллю, тяжело заболев, призывает католического священника, который под его диктовку записывает во всех подробностях рассказ об ужасных преступлениях и разрешает священнику после его смерти передать эту исповедь французскому суду. Исповедник в точности исполняет последнюю волю Антуана Аллю и передает этот бесценный документ в архивы парижской полиции, где с ним и ознакомился Жак Пеше. Для Дюма Бальзака или Эжан-Асю в этой истории заключался готовый роман. И не только для них, но и для читающей публики. Уже в течение многих тысячелетий страждущее человечество утешает себя мифами о торжестве справедливости. Из мифических персонажей наибольшей популярностью пользуются волшебник и вершитель правосудия. Униженные и оскорбленные с надеждой не ослабевающей от разочарований уповают на Бога или героя, который, исправив все ошибки, покарает злодеев и вознаградит на конец праведников, посадив их Одесную. Древние наделяли вершителя правосудия большой физической силой. Примером тому может служить Геракл. Дюма в память о своем отце генерале с успехом воскресел в образе Портоса миф о Геракле. В тысяче и одной ночи вершитель правосудия становится магом. Сила его носит уже не столько физической, сколько оккультный характер. Он может спасти невинного, уведя его далеко от преследователей, может открыть беднякам пещеры полные драгоценностей. В эпоху Дюма волшебник превращается в набоба, обладателя гигантского состояния, которое позволяет ему осуществлять самые дерзновенные фантазии. Дюма всегда мечтал быть таким распределителем земных благ. И в пределах, к сожалению, весьма ограниченных его собственными денежными затруднениями. Он тешил себя, играя эту роль по отношению к своим друзьям и любовницам. Все его золото нужно было уложить в один кубок, но он рассыпал его жестом столь широким, что ему мог позавидовать любой набоб. Дюма доставляла большое удовольствие сделать своего героя баснословным богачом, пригоршнями, раскидывающим направо и налево сапфиры, алмазы, изумруды и рубины. К тому же Дюма очень хотелось, чтобы этот герой был бы еще и мстителем во имя великой цели. Ведь и у самого Дюма, несмотря на всю широту его натуры, накопилось много обид как против общества, так и против отдельных личностей. Его отца генерала травили, самого Дюма преследовали кредиторы, обливали грязью всевозможные клеветники. Он разделял со многими обиженными ту жажду мщения, которая еще со времен Аристеи вдохновляла людей на создание стольких шедевров. И ему очень хотелось хотя бы в романе вознаградить себя за все те несправедливости, которые нанесло ему общество. Дэше дал ему готовую интригу. А подлинные истории могут служить великолепной основой, если к ним приложит руку настоящий художник. Дюма уже довольно далеко зашел в своей работе, когда его друг Маке пробудил в нем некоторые сомнения. я рассказал ему о том, что я сделал и о том, что мне еще оставалось сделать. Мне кажется, заметил он, что вы опускаете самые интересные моменты жизни героя, а именно его любовь к Каталанке, измену Данглара и Фернана, десятилетнее заключение с Аббатом Фария. Я расскажу обо всем этом, говорим я. Не можете же вы рассказывать четыре или пять томов, а здесь получится не меньше. Возможно, вы правы. Приходите ко мне завтра. Мы потолкуем об этом. Весь вечер, всю ночь и утро, я думал о его замечаниях, и они показались мне настолько справедливыми, что под конец совсем вытеснили мой первоначальный замысел. И вот когда Маке на следующий день зашел ко мне, он увидел, что роман разбит на три четко разграниченные части, озаглавленные Марсель, Париж, Рим. В тот же вечер мы совместно с Маке набросали план первых пяти частей. Первую часть мы отвели под экспозицию. В трех последующих речь должна была идти о заточении в замке Ив. В пятой о бегстве из замка и о вознаграждении семейства Морель. Все остальные части, хоть и не были разработаны в деталях, были в общем ясны. Маке считал, что он оказал мне всего-навсего дружескую услугу. Я полагаю, что он проделал работу соавтора. А теперь настало время рассказать о том, как Дюма использовал записки Пэше. Герой Дюма Эдмон Дантес, как и Франсуа Пико, готовится к свадьбе с любимой девушкой в тот самый момент, когда над ним разражаются невероятные несчастья. Как в истории рассказанной Пэше, невеста Пико выходит замуж за Лупиана, так и у Дюма, рыбак Фернан, отнимает у Эдмона Мерседес. Но Дюма раздвоил личность Лупиана. Он сделал на его материале двух героев, Фернана и предателя Данглара. Следователь Вильфор, видевший в гибели Дантеса лишь средство сделать карьеру, имел живым прототипом того самого ретевого комиссара, который с такой готовностью принял на веру клеветнический донос Лупиана. Аббат Фария, товарищ Эдмона Дантеса по заточению в замке Ив, становится на место миланского плелата, завещавшего свои сокровища Франсуа Пико. После того, как он бежал из замка и стал богат, Дантес последовательно перевоплощается в Аббата Бузонии, в Синбадо-Морехода, в Лорда Уилмора и в графа Монте-Кристо. Точно так же Пико выдавал себя за Жозефа Люше, Аббата Балдини и официанта Проспера. Не оставил без внимания Дюма и тут факт, что дочь Лупиана, обольщенная самозванцем, надеялась, выйдя замуж за уголовного преступника, выдававшего себя за маркиза, породниться с самыми знатными домами. Этот эпизод легко поддавался романизации и он, в свою очередь, вводит в дом Дангларов Бенедетта, незаконного сына Вильфора, осужденного за мошенничество, воровство и подлоги и сосланного на Тулонскую каторгу. Убежав с каторги, этот арестант так удачно выдает себя за итальянского князя, что очаровательная Эжени, дочь Данглара, отдает ему руку. В день, когда должно состояться торжественное подписание брачного контракта, жениха арестуют по обвинению в убийстве. Но не из жизни было взято гениальное, мгновенно запечатлевающееся в памяти название романа «Граф Монте-Кристо». В реторту с таинственным составом, из которого выходят шедевры, было подбавлено новое бесценное вещество. И произошло это в тот самый день, когда Дюма отправился охотиться на островок близ Эльбы. Живой Пико был слишком кровожаден в своей месте, чтобы стать популярным героем. И Дюма сделал Дантеса не свирепым убийцей, а неумолимым мстителем. Пико собственноручно убивает своих врагов. Он мстит за себя сам, тогда как Дантес направляет руку судьбы. Фернан, успевший стать генералом, графом де Морсером и супругом Мерседес, кончает жизнь самоубийством. Данглар разорен, Вильфор сходит с ума. Чтобы бросить луч света в это царство мрака и заодно придать Роману колорит тысячи и одной ночи, Дюма снабжает Монте-Кристо любовницей гречанкой Гайде, дочерью Паши Янины. Именно о такой великолепной рабыне всю жизнь мечтал сам Дюма. К концу книги Адмунд Дантес, присытившись мщением, наделяет приданым дочь своего врага Мадемуазель Вильфор и выдает ее замуж за сына своего друга Морелли. Но когда молодые люди хотят отблагодарить своего благодетеля и спрашивают у моряка Джакопа, где граф, где Гайде, Джакопа указывает рукой на горизонт. Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидели белый парус, не больше крыла морской чайки. Итак, граф Монте-Кристо заканчивается так же, как заканчиваются фильмы Чаплина, кадром, на котором мы видим силуэт человека, уходящего вдаль. Глава вторая В которой роман воплощается в жизнь В блокноте этом наш Дюма ведет расходом счет, но только важнейший нет графы там, сколько он в день расходует ума. Роже де Бувуар Успех графа Монте-Кристо превзошел все, что знал до сих пор Дюма. Весь Париж был без ума от романа, и сам Дюма больше, чем любой другой парижанин. Он никогда не проводил четкой грани между своими романами и личной жизнью. Ему доставило огромное удовольствие вести через посредство Эдмона Дантеса столь бесподобное существование, и он захотел пережить все это сам в реальной жизни. Разве он не был набобом от литературы? Разве он не зарабатывал двести тысяч франков золотом в год? Так почему же ему не построить замок Монте-Кристо? С 1843 года Дюма, сохраняя за собой квартиру в Париже, снял за две тысячи франков в год виллу Медичи Сен-Жермен-Ан-Ле и взял в аренду театр этого маленького городка. Он пригласил туда комеди францез, кормил артистов и обеспечивал их жильем, брал на себя гарантии за выручку и терял на этом деле кучу денег. Зато его двор гарем и зверинец весело копошились вокруг него, а доходы железной дороги из Парижа в Сен-Жермен сразу поднялись. Толпы любопытных стекались в Сен-Жермен, чтобы поглазеть на великого человека, и он, знатный вельможа, пожимал руки, отпускал остроты и первые смеялся над ними. Удивленный король спросил однажды у министра Монтелеве, отчего в Сен-Жермене царит такое оживление? Сир, последовал ответ. Желает ли Ваше Величество, чтобы Версаль веселился до упаду? Дюма за пятнадцать дней возродил Сен-Жермен. Прикажите ему провести две недели в Версале. Но не в Версале, а по дороге из Бужеваля в Сен-Жермен купил Дюма поросший лесом участок, чтобы возвести замок своей мечты. Он привел на этот склон архитектора Дюрана и сказал ему, «Вот здесь вы разобьете мне английский парк. В центре его я хочу построить замок в стиле возрождения. Напротив готический павильон, окруженный водой. На участке есть ручьи. Вы сделаете из них каскады. но господин Дюма, здесь глинистая почва. Все ваши строения поползут. Господин Дюран, вы будете копать, пока не дойдете до туфа. Вы отведете два подземных этажа под погреба и своды. Это вам обойдется в несколько сот тысяч франков. Надеюсь, не меньше, ответил Дюма, расплываясь в счастливой улыбке. Самое удивительное, что он и впрямь осуществил свой замысел. Парк, разбитый на английский манер, большой и живописный, по сей день поражает своими романтическими ивами и зелеными лужайками. Два флигеля соединены решеткой, достойной украшать замок феодального сеньора. По другую сторону дороги, ведущей в Марли-Леруа, стоят очаровательные службы в стиле Вальтера Скотта, которые, по современным представлениям, могли бы считаться самостоятельными загородными домиками. Сам замок, по сути дела, представляет собой обыкновенную виллу, причем настолько эклектичную по стилю, что она производит впечатление дикое и вместе с тем трогательное. Бальзак восхищался ею и завидовал Дюма. Напрасно. Окна, скопированные с окон замка Дане, вызывают в памяти Жана Гужона и Жермена Пилона, саламандры на лепных украшениях, взятые из герба, дарованного франциском первым городу Вилле-Котре, родине Александра Дюма. Скульптурное изображение великих людей от Гомера до Сафокла, от Шекспира до Гёте, от Байрона до Виктора Гюго, от Казимира де Лавиня до Дюма отца образуют фриз вокруг дома. Над парадным входом девиз владельца замка «Люблю тех, кто любит меня». Над фасадом в стиле Генриха II вздымается восточный минарет. Архитектура эпохи Трубадуров соседствует с Востоком Тысячи и Одной Ночи. Крыша утыкана флюгерами. Апартаменты небольшие, зато на редкость разностильные, состоят из 15 комнат, по 5 на каждом этаже. И все это венчают обшитые панелями мансарды. Главный зал, белый с золотом, выдержан в стиле Людовика XV. Арабская комната украшена тонкими гипсовыми арабесками, на которых еще можно прочесть изречение из Корана, хотя позолотая яркая краска вязи везде уже облупились. В двухстах метрах от замка возвышается удивительное строение в готическом стиле. Нечто среднее между миниатюрной сторожевой башней и кукольной крепостью. Маленький мостик перекинут через ров, заполненный водой. На каждом камне высечено название одного из произведений Дюма. Весь первый этаж занимает одна комната, лазурный потолок ее усыпан звездами, стены обтянуты голубым сукном, над скульптурным камином рыцарские доспехи, сундуки в стиле средних веков, стол, вывезенный из трапезной какого-то разоренного аббатства. Здесь Дюма почти не мешали работать. Спиральная лестница вела в келью, где он иногда проводил ночь. Дозорная площадка позволяла ему наблюдать за гуляющими по парку гостями. Все вместе производило впечатление лилипутского величия. Леон Гозлан был в восторге. Я могу сравнить эту жемчужину архитектуры и салон только с замком королевы Бланш в лесу Шантии и домом Жана Гужона. У здания усеченные углы, каменные балконы, витражи, свинцовые оконные рамы, башенки и флюгера. Оно не принадлежит к определенной эпохе. Его нельзя отнести ни к античности, ни к средневековью. В нем, однако, есть нечто возрожденческое, и это придает ему особое очарование. Дюма, который лучше, чем кто бы то ни было знает талантливых людей своего времени, заказал все статуи, украшающие замок Огюсту Прео, Джеймсу Прадье и Антонену Миму. По фризу первого этажа он распорядился расположить бюсты великих драматургов всех веков, в том числе и своего времени. Гозлан рассыпался в похвалах тунисским скульптурам за тонкость и изящество работы, какую увидишь разве что на мавританских плафонах Альгамбры. Сложный скульптурный узор кажется роскошным кружевом. Я вне себя от восхищения. В Трианоне нет ни одного плафона, равного тому, который тунисец создал для Монте-Кристо. С центрального балкона открывается вид еще более прекрасный, чем тот, которым мы наслаждаемся с высоты террас Сен-Жермена. Гозлан здесь выказывает себя больше Монте-Кристо, чем сам Монте-Кристо. На самом деле замок был всего-навсего причудливой, нелепой и маленькой виллой, где Дюма однако жил как знатный вельможа. На новоселье 25 июля 1848 года Дюма пригласил к обеду 600 гостей. Обед заказали в знаменитом ресторане павильон Генриха IV в Сен-Жермене. Столы накрыли на лужайке. В курильницах демились благовония. Повсюду красовался девиз маркизов «Де ле пэй три» «Ветер раздувает пламя, Господь воспламеняет душу». Сияющая Дюма расхаживает среди приглашенных. На сюртуке его сверкают кресты и ордена. Поперек блестящего жилета перекинута массивная золотая цепь. Он обнимает хорошеньких женщин и всю ночь напролет рассказывает чудесные истории. Никогда в жизни он не был так счастлив. Бальзак Евеганской 2 августа 1848 года «Ах, Монте-Кристо это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он самое царственное из всех бомбоньерок на свете. Дюма уже израсходовал 400 тысяч франков и ему понадобится еще 100 тысяч франков, чтобы все закончить. Он не отступится от него до тех пор, пока не осуществит свой замысел. Вчера мне удалось узнать, на какой земле построен этот маленький замок. Земля эта принадлежит крестьянину, который продал ее Дюма по устной договоренности, так что в любую минуту, если ему вдруг захочется распахать свое поле и сажать на нем капусту, он может потребовать снести замок. Это дает вам некоторое представление о характере Дюма. Строить этакое чудо, ибо замок поистине чудо, хотя и незавершенное, на чужой земле, не имея никаких документов, подтверждающих твои права. Христианин может умереть, а его дети, пока еще несовершеннолетние, оказаться не в состоянии сдержать слово, данное их отцом. Если бы вы увидели этот замок, вы бы тоже пришли в восторг от него. Это очаровательная вилла, она куда красивее виллы Помпилии, потому что с нее открывается вид на террасу Сен-Жермена, и помимо всего прочего, там есть еще и вода. Дюма обязательно ее достроит. Она такая же красивая и изысканная, как портал Анне, который вы видели в музее изящных искусств. Планировка прекрасная. Одним словом, безумная роскошь времен Людовика XV, но в стиле Людовика XIII с элементами украшения эпохи Возрождения. Говорят, что все это уже обошлось Дюма в 500 тысяч франков, и что ему необходимо еще 100 тысяч франков, чтобы завершить свой замысел. Его ограбили, как на большой дороге. Он вполне мог бы уложиться в 200 тысяч франков. Очень забавно читать, как Бальзак отчитывает расточительного Дюма и получает его искусство бережливости. Так началась неповторимая жизнь в замке Монте-Кристо. Хозяин дома поселился в микроскопической крепости. Над своим рабочим кабинетом он оборудовал келью, где стояли только железная кровать, стул из некрашенного дерева и два стула. Там он работает с утра до вечера, а часто с вечера и до утра. На нем лишь рубашка и тиковые панталоны. Он очень растолстел, и его огромный живот упирается в стул, а между тем он ест самую простую пищу. Пантагрюэлевские пиры он задает гостям. В Монте-Кристо он держит открытый дом. В Монте-Кристо радушно принимают всех, кто бы не пришел. Дюма протягивал гостю левую руку, правая продолжая писать, и приглашал его к обеду. Повар то и дело получал указание поджарить еще несколько котлет по-бярнски. Иногда Дюма, который сам был отличным кулинаром, приготовлял какое-нибудь блюдо по-своему и с увлечением стряпал соусы. Любой писатель, любой художник, стесненный в деньгах, мог поселиться в Монте-Кристо. Там постоянно жило множество дармоедов, с которыми амфитрион даже не был знаком. Содержание этих людей стоило ему нескольких сот тысяч франков в год, а кроме того были еще и женщины. В замке Монте-Кристо одна любимая султанша быстро сменяла другую. В их числе была и Луиза Бодуэн, которую величали Атталой Бошен, дебютантки исторического театра, женщины- писательницы. Фавориткой 1848 года была Селеста Скриванек, очаровательная актриса, совсем еще молодой дублировавшая Дежазе и с большим изяществом исполнявшая куплеты в Водевилях. Любовница, друг и секретарь Дюма, она хотела играть в этом непостоянном семействе еще и роль матери. Селеста Скриванек, Дюма сыну. Мой дорогой Александр, я наверху блаженства, я не расстанусь с вашим отцом, он согласился взять меня с собой, я буду путешествовать с вами под видом мальчика, портной только что снял с меня мерку, ах, я схожу с ума от счастья, простите меня, мой милый добрый друг, за то, что я не сообщила вам обо всем этом раньше, и за дня в день я собиралась поболтать хоть несколько минут с вами, но в последний момент мне всегда что-нибудь мешало. Ваш отец заставляет меня много работать, я пишу под его диктовку, и я очень горда и счастлива тем, что могу быть секретарем этого универсального человека. Я надеюсь через месяц увидеть вас здесь, но тем временем все же черкните мне несколько дружеских слов. Мы выполнили все ваши поручения, сейчас я подрубаю ваши галстуки, как только портной закончит ваши брюки, мы вышлем все вместе. Сегодня вечером мы отправляемся в Версаль и пробудем там целых три дня. Прощайте, напишите мне поскорее. Ваша преданная маленькая мама Скриванек. Что касается Лолы Монтес, то хотя она и провела несколько дней в Монте-Кристо, нам представляется маловероятным, чтобы она была любовницей Дюма, так как, став милостью своего любовника, короля Людвига Первого Баварского, всемогущей графиней Лансфильд, она писала в Монте-Кристо. Мюнхен, 14 апреля 1847 года. Мой дорогой господин Дюма, для меня было большим удовольствием получить несколько дней назад ваше письмо. Если вы к нам приедете, я могу вас заверить, что вам будет оказан прием достойный такого талантливого и прославленного писателя, как вы. Его Величество Король просит меня передать вам его благодарность за телесные слова по его адресу, которые содержались в письме ко мне, а также сказать вам, что ему доставит огромное удовольствие увидеть вас в Баварии. Я считаю, что вы должны приехать к нам, не теряя времени. Все здесь в восторге от ваших прекрасных произведений, и я уверена, что вас примут по-царски. Я пишу вам обо всем этом для того, чтобы вы обязательно приехали повидаться с королем. Я думаю, что вы останетесь довольны друг другом. Не смею дольше отнимать ваше драгоценное время, так как хорошо знаю, что письмо от столь скромной особы, как я, не может заинтересовать вас. Однако разрешите мне, дорогой господин Дюма, навсегда остаться одной из самых восторженных ваших поклонниц. Лола Монтес Лола Монтес Баварская графиня была ирландкой, выдававшей себя за испанку. Из письма видно, что она писала с грубыми грамматическими и орфографическими ошибками, но содержание письма говорит о том, что Лола не была любовницей Дюма, хотя официальный тон мог быть продиктован и осторожностью. В Монте-Кристо безраздельно правил итальянский мажордом сеньор Раскони. Садовник Мишель, мастер на все руки, большой знаток словаря естественных наук, приводил Дюма в восторг, называя по-латыни растения и животных. Был там еще и маленький негритенок Алексис, которого Мари-Дорваль однажды принесла Дюма в корзинке с цветами. Я не могу его прокормить, сказала очаровательная актриса, обремененная долгами, и поэтому дарю его тебе, мой славный пес. Откуда он родом? С Антильских островов. А на каком языке говорят на Антильских островах, мой мальчик? На Креольском. А как будет по-креольски «Здравствуйте, сударь»? «Здравствуйте, сударь». «Ну что ж, тогда все ясно, мой мальчик. Отныне мы будем говорить по-креольски. Мишель», вошел садовник, «вот вам, Мишель, новый гражданин, который теперь будет жить с нами». Был в Монте-Кристо еще один слуга, приставленный к псарне и другой к вольерам, потому что эти джунгли были населены зверями, которым Дюма посвятил очаровательную книгу «История моих животных». В доме жили пять собак, три обезьяны, из них одна мартышка, которых он назвал в честь знаменитого писателя, знаменитого переводчика и популярной актрисы. Два попугая, золотой фазан, окрещенный Лукулом, петух, прозванный Цезарем, кот по кличке Мисув и гриф Югурта, вывезенный из Туниса, которого переименовали в Диогена с тех пор, как он поселился в Бочке. Монте-Кристо хорошо работала с подписк и гомон-зверинца. На столе у него всегда лежала стопка бумаги, голубые листки для романов, розовые для статей и желтые, предназначенные для поэм о Далисском. Его поглощали мысли об историческом театре, для которого он переделывал в пьесы один роман за другим. Он был бы счастлив, если бы его сын согласился войти на паях в фирму Александру Дюма и компания. «Пожелай он только играть роль Маке», говорил отец, «он мог бы легко заработать от 40 до 50 тысяч франков в год». «Это вовсе не трудно, поверь мне. Я бы тебе все объяснил. Если бы тебе что-нибудь не понравилось, ты мог бы мне возражать». Дюма-сын, несмотря на успех своего романа, очень нуждавшийся в деньгах, в конце концов согласился, хотя и не слишком охотно, собрать и обработать для отца кое-какие исторические материалы. Дюма-отец Дюма-сыну «Посылаю тебе 500 франков, постарайся закончить третий том к концу месяца. Это даст тебе 2000 франков». Иногда Дюма-сын под натиском какой-нибудь красотки обращался за помощью к Ипполиту Остену, оборотистому молодому человеку, которого Дюма-отец сделал директором исторического театра. «Мой дорогой Остен, бедней церковной мыши, покорный ваш слуга. Увы, с трудом он дышит, ему фиакр не по карману, а Дюло он сам без гроша сидит, так утверждает он. Порше, как я узнал, в таком же положении и денег мне не даст. Так вот, об одолжение хочу вас попросить. Могли бы вы сейчас мне триста франков дать. Не разорю я вас, а мне окажете услугу вы за сим, жду с нетерпением ответа, Дюма-сын. Но и этот жалко-источник вскоре иссякнет». Глава третья Разорение Монте-Кристо «Дырявая корзина, говорите вы?» «Это правда, но не я сделал в ней дыры». Александру Дюма Первый сезон в историческом театре был очень удачным. Сборы дали 707 905 франков. Второй открылся триумфом Дюма-Маке «Шевале де-Мезон-Руж» драмой, в которой трогательная любовная история развертывается на фоне великих событий революции. Пьеса кончается последним банкетом жерандистов и песней «Умереть за Родину». 7 февраля 1848 года исторический театр ввел смелое новшество драма Монте-Кристо должна была идти два вечера к ряду. Первая часть, кончавшаяся побегом Эдмона Дантеса, длилась с шести часов вечера до полуночи. Все расходились, писал Готье, с твердым намерением вернуться завтра. Ночь и следующий день казались всего-навсего досадно затянувшимся антрактом. На втором вечере зрители уже здоровались, знакомились, вступали в разговоры. Каждый старался устроиться поудобнее, расположиться с комфортом, словом, чувствовал себя жильцом, а не зрителем. Когда занавес упал в последний раз из груди всех присутствующих, единодушно вырвался вздох сожаления. Как? Уже? Расстаться так скоро, пробывши вместе всего два дня? Неужели великой Александр Дюма и неутомимый Маке так мало верят в нас? Да мы бы отдали им всю неделю. Но 24 февраля разразилась революция 48-го года. Восстание гибельны для театров и залы опустили. Тогда Рошель удавалось еще делать аншлаги в комедии францесс, декламируя Марсельезу в антракте между четвертым и пятым актами трагедии Корнеля или Рассина. Читала она превосходно, в голосе ее звучали гордость и непреклонность. Однако, несмотря на всю свою преданность республике, Дюма предпочел бы немного меньше гимнов и побольше зрителей. И хотя он нисколько не жалел о Луи Филиппе, который всегда относился к нему плохо, в молодых принцах он терял ценных покровителей. Вполне вероятно, что он, как и Виктор Гюго, приветствовал бы регенство герцогини Орлеанской. Но, поскольку на это не было никакой надежды, он решил стать на сторону нового режима и выдвинуть свою кандидатуру в депутаты. Революционная буря вместе с коронованным старцем унесла и скорбную мать и хилого ребенка. «Франция в эти дни бедствий», писал Дюма, «обращается к своим лучшим сыновьям. Мне кажется, я имею право быть в числе тех достойных мужей, которых она призвала на помощь». Это означало, что он, как Ламартин и Гюго, был намерен заняться политикой. Осталось только выбрать департамент, чтобы выставить свою кандидатуру. У Гюго не было никаких сомнений на этот счет. Башни собора Парижской Богоматери образуют Ге, инициал его фамилии Гюго. Париж, вот его город. Парижане относятся к нему серьезно. Но парижане никогда бы не выбрали Дюма, которого считали слишком большим шутником, чтобы испытывать к нему уважение. Может быть, попытать счастье в департаменте Н, где он родился. Он боялся, что там его считают большим республиканцем, чем сама республика. В департаменте Сены и Уазы, где у него собственность, замок Монте-Кристо, и где он командует батальоном национальной гвардии в Сен-Жермен-Арле? Увы, в те три дня, когда решалась судьба революции 48-го года, он предложил повезти своих людей на Париж, и они не простили ему легкомыслия, с которым он готов был рисковать их жизнью. Эти защитники нации, конечно, хотели защищать нацию, но только на своей территории, и они потребовали отставки своего не в меру воинственного командира. Молодой человек, которому Дюма оказал кое-какие услуги, убедил его, что его очень любят в департаменте ИОН, и что там он непременно пройдет на выборах. Дюма и сам был уверен, что в департаменте ИОН он так же популярен, как и в любом другом департаменте Франции, и что ни один кандидат не устоит против него. Но он забыл, что французская провинция всегда отдает предпочтение землякам. «Кто он такой, этот Дюма?» спрашивали ИОНцы. «Он из здешних? У него есть виноградники? Или, может, он виноторгует?» «Нет?» «Так значит, это тот политикан, да к тому же друг герцогов орлеанских, сторонник регенства», говорили одни. «Аристократишка, маркиз», подхватывали другие. Дюма только что основал газету «Ля Муа», под скромным девизом «Господь диктует и опишу». Там он выступил с требованием водворить статую герцога Орлеанского на ее прежнее место в Луврском дворце. Избиратели упрекали его за верность герцогу. Дюма ответил им великолепной речью. Он говорил о дружбе и признательности, напоминал о том горе, которое причинило трагическое гибель юного принца, заставил плакать одну половину зала, аплодировать другую и провалился на выборах. Однако в Париже он все же посадил перед историческим театром Дерева Свободы, сказав директору Остен «Сохраним любовь народа, принцы исчезнут, а великий французский народ останется». Когда на одном из избирательных митингов в департаменте ИОН какой-то рабочий грубо прервал Дюма криками «Эй, ты, маркиз, эй, ты, негр», он ответил ему так, как ответил бы генерал Дюма или Портос. Он схватил крикуна за штаны и поднял над парапетом «Проси прощения, не то я кину тебя в воду». Крикун принес извинения. Дюма сказал «Ладно, я только хотел тебе доказать, что руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов и тридцать пять драм, это руки рабочего». Одно время он носился с мыслью выставить свою кандидатуру на Антильских островах. Я пошлю им прядь волос и они увидят, что я свой. Но и от этого намерения ему тоже пришлось отказаться и так, как он не имел возможности творить историю, он снова стал сочинять истории. Но сколько б драм и романов он не писал, никаких гонораров не хватало, чтобы остановить надвигающую соловину его долгов. Исторической театр делал ничтожные сборы. Пьеса Бальзака «Мачеха» 25 мая 1848 года с треском провалилась. Несмотря на возобновление Нельской башни, театр стоял на пороге банкротства. С первых же недель совместной работы Дюман опугал своей расточительностью Остена, с которым по отзыву Марселины Деборт Вальмор лазить было далеко не так легко, как с нашим поэтом, этим большим ребенком, которого мы все так любим. А бедный большой ребенок обещал все и всем. Он раздавал ангажементы направо и налево. Актеры стекались к нему, но всех приводило в ужас неустойчивость его положения и та чудовищная роскошь, в которой он жил. Говорили, что он сможет свести концы с концами, только если будет беречь каждый грош, как бокаж, о чем должен будет позаботиться господин Остен. Но даже Остен вскоре отказался быть здравым смыслом Дюма. В декабре 1849 года он подал в отставку. Его преемники преуспели в этом не больше, чем он. Ненасытный исторический театр пожирал одну пьесу за другой и почти не давал денег. Дюма со всех сторон насаждали кредиторы. На Монте-Кристо был наложен арест и сумма залога, отягощавшая недвижимость, поднялась до 232 469 франков и 6 сантимов. Ида Фарье, или вернее маркиза Дави де ля Паэтри, как она величала себя в Италии, привилегированная кредиторша, которая Дюма задолжал 120 тысяч франков ее приданого плюс проценты на них, плюс назначенное ей содержание, боролась за то, чтобы взыскать свой долг, хотя при этом оставалась в тени. С августа 1847 года она поручила вести свои дела адвокату Мэтру Лакану, но написала ему, что не решается начать тяжбу с Дюма. Неаполь, 1 августа 1847 года Что может сделать женщина одинокая и бедная, чья единственная сила в истинник, который она вынуждена взывать издалека? Что может она сделать против коварных измышлений и искусной лжи человека, словам которого придает такой вес известность его таланта? Мы можем сколько угодно осуждать его частную жизнь, но как писатель он обладает обаянием, которому трудно противиться. Этот ум, столь неистощимый в поэтических и забавных выдумках, также неутомим в борьбе с теми, кого он ненавидит. Господин Дюма не остановится перед самой черной ложью, если с ее помощью можно раздавить меня и обелить себя. И как бы я ни была права, я вынуждена буду отступить или в лучшем случае его вероломство и ложь нанесут мне такой урон, что я не захочу продолжать этой борьбы. Именно на это он всегда рассчитывал, именно поэтому он надеялся удержать меня от обращения к правосудию. Он знает, насколько я боюсь скандалов и какие жертвы я принесла, чтобы сохранить положение в свете, которого он всеми силами пытался меня лишить. Мы по-разному смотрим на вещи. Он считает, что скандалы лишь удваивают популярность его книг и поэтому ищет их так же усердно, как я пытаюсь их избежать. Я настоятельно прошу вас, сударь, сообщить мне, какие неприятные последствия такого рода может повлечь за собой моя просьба об алиментах. Мне и моим близким было бы очень тяжело выносить нищету, не менее ужасно было бы видеть, как меня обливают грязью, а я из-за своего отсутствия даже не имею возможности защищаться. Вот уже несколько лет, как я живу среди избранного общества этой страны и должна строго соблюдать приличия. А вы сами, сударь, знаете, сколь чувствителен к подобным вещам свет, законы которого Дюма решается нарушать тем более дерзко, что сам он к нему не принадлежит. В лагере сторонников маркизы Иды была ее падчерица Мари, очень привязанная к мачехе и осуждавшая отца за расточительность и, разумеется, ее собственная мать, вдова Ферран, которой Дюма в свое время обещал пенсию и ни разу ее не выплатил. И мамаша и Мари мечтали съехаться с Идой и жить с ней в Неаполе или во Флоренции, где ее содержали друзья. Ида Дюма Метру Лакану Мои друзья во Флоренции, так же, как и я, считают, что мне невозможно дольше оставаться в городе, где у меня нет никаких средств к существованию и где мое положение в свете, в котором я вращалась столько лет, обязывает меня соблюдать внешние приличия, слишком для меня разорительные. Они были так добры, что пошли на дальнейшие жертвы и устроили мне заем под свою гарантию, благодаря чему я смогла переехать в Неаполь, куда меня уже давно призывала забота о моем здоровье. Здесь мне на помощь пришли другие люди иначе я не смогла бы даже дождаться решения по тому иску, который мы подадим сейчас, решение, которого я жду, чтобы вернуться во Флоренцию и выписать к себе мать и падчерицу. Я надеюсь, сударь, суд учтет, что я должна содержать еще двух человек и что алименты, о которых я хлопочу, нужны не только мне. 18 тысяч франков на жену, тещу и дочь не так уж много, особенно если сравнить эту сумму с теми гонорарами, которые получает господин Дюма, гонорарами, которые, как он неоднократно признавался, в частности, во время процесса против одной из газет, название ее я не помню, это было зимой 1845 года, превышают 200 тысяч франков в год. Впрочем, его заработки известны буквально всем. Мария Дюма согласилась подтвердить эти факты и выступить свидетельницей против отца. Она назвала Иду дорогой и нежно любимой маменькой и жаловалась на то, что ей, девице 16 лет, приходится быть свидетельницей разгула царящего в Монте-Кристо. Мария Дюма мачехи, Париж, 28 августа 1847 года. К тому же, дорогая и милая маменька, моя жизнь здесь стала совершенно невыносимой. Прибавьте к этому печаль, которую я непрестанно испытываю от разлуки с той, которую люблю больше всего на свете. Немалое горе также причиняют мне и требования отца, который хочет заставить меня жить с ним. Ах, моя дорогая, и это в его положении. Я никак не могу на это согласиться. Меня до глубины души оскорбило, что он не постыдился вынудить меня подать руку дурной женщине. Он не краснел, принуждая меня находиться в обществе женщины, которую, имея на отцовские чувства, он должен был бы изгнать из Монте-Кристо в тот же день, как я туда приехала, женщины, имени которой не следовало бы даже упоминать в моем присутствии. Я клянусь тобой, которая мне дороже всего на свете, что только силой меня смогут заставить быть в подобном обществе. Ида вполне искренне хотела взять на себя воспитание Мари. Ида Дюма Метру Ля Кану Флоренция 1 февраля 1848 года Я еще раз прошу вас добиться того, чтобы мне вернули мою падчерицу. Я прекрасно понимаю, что директриса ее пансиона по корыстным соображениям изо всех сил будет препятствовать этому. Она имела беседу по этому поводу с господином Ножаном де Сен-Лоран. Я умоляю вас, сударь, рассказать ему о подлинном положении девушки, к которой я отношусь как к дочери. Всем известно, что дела ее отца настолько плохи, что он никогда не сможет дать ей ни одного су. То немногое, на что она может надеяться, она получит от меня. Молодой девушке придется безвыездно оставаться в Париже, где она ни на один день не сможет покинуть пансион, так как у нее нет ни матери, ни семьи, ни хоть сколько-нибудь подходящего для нее окружения, и, что всего важнее, никакого будущего. Возвратившись ко мне, она освободит отца от тяжелой обязанности платить за ее обучение, что явится для него отнюдь не последним соображением. Я позабочусь о том, чтобы она могла завершить свое образование. Мари будет вращаться здесь в обществе гораздо более высокопоставленным, чем то, которое она могла видеть в Париже. Если думать об ее устройстве в жизни, надо сказать, что во Флоренции ей в этом смысле будет гораздо лучше, чем в любом другом месте. Удерживая силой это несчастное дитя в Париже, они не только разбивают ее сердце, но и губят ее будущее. Мэтру Лакану в конце концов удалось выхлопотать небольшую пенсию для вдовы Ферран. Но Ида говорила, что она глубоко убеждена в том, что господин Дюма дает обязательства лишь в тех случаях, когда имеется возможность от них увильнуть. Единственной гарантией для трех женщин был Монте-Кристо. Маркиза Делепаэ-Три была уверена, что рано или поздно Дюма каким-либо ловким маневром ухитрится передать дом подсталному лицу. Она не ошиблась. И все же справедливости ради следует добавить, что Дюма не мог жалеть женщину, которая, как он знал, находится на содержании у богатого итальянца и, помимо всего прочего, сокрытие наличности представлялось ему вполне похвальным делом, так как всякого кредитора он считал своим врагом. Разве Портос платил когда-нибудь долги? 10 февраля 1848 года суд департамента Сены объявил о разделе имущества супругов Дюма в ущерб супругу и приговорил его во-первых возвратить жене растраченное им приданное в 120 тысяч франков, во-вторых платить алименты в размере 6 тысяч в год под обеспечение недвижимым имуществом. Потерпев поражение в первой инстанции Дюма обжаловал решение суда. Революция, разорив его, усугубила и его семейные неурядицы. Монте-Кристо и вся обстановка виллы должны были пойти с молотка, но Дюма принял меры к тому, чтобы продажа была фиктивной. Александру Дюма о Гюсту Маке Мне необходима ваша помощь в той мере, в какой вы сможете мне ее оказать. Чтобы урегулировать дела с госпожой Дюма, я вынужден продать обстановку моего дома, но собираюсь выкупить все, что смогу. Можете ли вы выручить вашу тысячу франков в Лисъекль и занять еще тысячу у вашего отца или у Каппа и купить на две тысячи франков те предметы, которые я вам укажу. Затем, поскольку все эти вещи следует увезти из Монте-Кристо, вы переправите их в Бужеваль, откуда я их заберу. Сегодня я буду целый день дома. Приходите, я хочу видеть вас еще до вечера. Замок Монте-Кристо был продан по приказу суда за смехотворно малую сумму в тридцать тысяч сто франков Жаку Антуану Дуайену, который, несомненно, был подсталным лицом Дюма, потому что он так никогда и не вступил во владение домом. 28 июля 1848 года судебная палата суд второй инстанции подтвердила решение гражданского суда. Ида одерживала одну победу в суде за другой, но денег у нее от этого не прибавлялось. Ида Дюма Метру Лакану Флоренция 9 сентября 1848 года Все ваши усилия могут оказаться бесполезными и ни к чему не приведут благодаря уверткам господина Дюма, с помощью которых он обходит закон. Но что бы ни произошло и каковы бы ни были результаты процесса, моя благодарность вам остается неизменной. Если бы не ваша энергичная помощь, если бы не доброта и преданность моих друзей во Флоренции, я не нашла бы в себе сил дождаться исхода моего дела. Моя мать говорит, что пройдет еще немало времени, прежде чем станет ясно, сможем ли мы получить что-нибудь от продажи Монте-Кристо. Она не в состоянии добиться даже выплаты пенсии и живет на одолженные деньги, ожидая, пока решится моя судьба. Моя падчерица живет, увы, с отцом, и то роковое влияние на эту столь юную головку и сердце, которого я так опасалась, уже дает себя знать. Я предвижу, что все усилия, которые я прилагала, чтобы спасти ее от этой ужасной участи, обречены на провал. Но, как я вам уже говорила, сударь, я не перестаю уповать на вас и на божественный промысел. Моя мать, а она немного разбирается в этих вещах, пыталась мне объяснить, как обстоят наши дела. Она говорит о необходимой отсрочке в три года, после которой мы сможем вчинить новый иск против этого господина Дуаена. Но на каком основании вот этого я совсем не поняла. Я очень опасаюсь, как бы отчуждение имущества господина Дюма не разрушило ту последнюю надежду, которая у нас еще оставалась. Да будь мы тысячу раз правы в глазах закона, если господин Дюма не будет владеть никаким осязаемым имуществом, мы никогда не сдвинемся с мертвой точки. Дюма, который и в премь не обладал более никаким осязаемым имуществом, обладал даром проматывать неосезаемое. Кредиторы понапрасну преследовали его. Сапожник, которому он был должен двести пятьдесят франков, приехал в Сен-Жермен, надеясь заставить Дюма заплатить по счету. Обедневший владелец замка принял его крайне любезно. Ах, это ты, мой друг, как хорошо, что ты приехал. Мне нужны лакированные башмаки и сапоги для охоты. Господин Дюма, я привез вам небольшой счетец. Конечно, конечно, мы займемся им после обеда, но сначала ты должен у меня отобедать. После обильной трапезы оробевший сапожник снова предъявил счет. Сейчас не время говорить о делах. Пищеварение прежде всего. Я прикажу заложить карету, чтобы тебя отвезли на вокзал. Держи, вот двадцать франков на билет. Эта сцена, как будто взятая из комедии Мольера, повторялась каждую неделю. В конце концов, сапожник перебрал у Дюма около шестисот франков и не меньше тридцати раз обедал за его счет. Потом приходил садовник Мишель. Должен вам сообщить, сударь, что у нас вышло все вино для прислуги. Необходимо сделать новые запасы. В полгребе остались только юганесбергер и шампанское. У меня нет денег. Для разнообразия пейте все шампанское. Вскоре судебные исполнители перешли в наступление. Из замка увезли мебель, картины, кареты, книги и даже зверей. Один из исполнителей оставил такую записку. Получен один гриф. Оценен в пятнадцать франков. Это был знаменитый йогурт Диоген. Но вот настал день, когда Дюма пришлось наконец покинуть свой замок. На прощание он протянул приятелю тарелочку, на которой лежали две сливы. Приятель взял одну из них и съел. Ты только что съел сто тысяч франков, сказал Дюма. Сто тысяч франков? Ну, конечно. Эти две сливы все, что у меня осталось от Монте Кристо. А ведь он обошелся мне в двести тысяч франков. Бальзак Льевиганской. Я прочел в газетах, что в воскресенье все движимое имущество Монте Кристо пойдет с торгов. Сам дом продан или будет продан в ближайшем будущем. Эта новость повергла меня в ужас, и я решил работать денно и ночно, чтобы избежать подобной участи. Впрочем, во всех случаях я не допущу такого. Лучше уеду в Соединенные Штаты и буду довольствоваться сельскими радостями, как господин Бокарме. Одна из прекрасных черт характера Дюма заключалась в том, что даже в крайней бедности он оставался для всех, за исключением своей супруги и кредиторов, самым щедрым из людей. Он, как мог, поддерживал великих актеров романтического театра, которые приближались к печальной старости. Мадемуазель Жорж, чья толщина приобрела угрожающие размеры, играла в ботиньоле и была так бедна, что у нее часто не хватало двадцати пяти кису, чтобы нанять фиакр. Бокаж, став директором Адеона, с головой ушел в интриги и административные дела. Только Фредерик Леметер не сдался и подобно кину шокировал публику, обращаясь к ней из подмостков. «Граждане, сейчас, как никогда, время провозгласить «Да здравствует республика!» «Говори свой текст, фигляр, обрывал его Мюссе. Леметер играл в пьесе Огюста Ваккии «Обжора» в последней романтической драме чистых кровей. Увы, «Рабсудия» часто оборачивается пародией. Трех десятилетий, за которые драма проделала путь от Христины и Эрнани до «Обжоры», было достаточно, чтобы загубить жанр. Почти сразу же после смерти горячо любимого внука Жоржа, бедная Мари Дорваль, убитая горем, была вынуждена снова зарабатывать себе на хлеб тяжким ремеслом бродячей актрисы. Но в Канне она слегла не в силах продолжать дальнейшую борьбу. У нее нашли болезнь печени. Когда умирающую Мари привезли домой, она послала за Жюлем Сандо, своим бывшим любовником, который стал трусливым буржуа и отказался прийти, и за своим славным псом Дюма, который тут же примчался. Та, которая в Антонии столько раз шептала «Но я погибла, погибла», чувствовала, что обречена. Родственники ее были слишком бедны, чтобы купить место на кладбище, и она очень боялась, что ее тело бросят в общую могилу. Дюма поклялся, что не допустит такого позора, он достанет деньги. Когда Дурваль умерла, Дюма отправился к графу Фаллу, министру народного просвещения, и обратился к нему за помощью. Но министру как официальное лицо не мог ничем ему помочь ввиду отсутствия кредитов, предназначенных для вспомоществования драматическим артистам, и дал сто франков от своего имени. Однако Дюма твердо решил сдержать обещание, данное умирающей, и так как его душевная доброта могла сравниться только с его беспечностью в денежных делах, он кинулся в ломбард, заложил свои награды и добыл таким образом 200 франков на похороны. Жертва поистине героическая, потому что добродушный великан обожал свои усыпанные драгоценными камнями кресты и ордена. Затем он написал брошюру «Последний год Мари Дорваль», которую продавали по 50 сантимов с тем, чтобы собрать деньги на надгробие, и открыл подписку, чтобы выкупить из заклада драгоценности актрисы и передать их ее внукам. Артистическая подписка дала 190 франков 50 сантимов, 20 франков добавил от себя пансар. Несчастье неумерили предприимчивости Дюма, и он вместе с Арсеном Гуссе, тогдашним директором комедии Францесс, предпринял любопытный эксперимент. Он решил, что до сих пор никто еще не писал комедий о закулисных нравах времен Мольера, и взялся за эту тему. И женю разучивающие роли, марки задающие им советы, кокетки, флиртующие под прикрытием вееров, ламповщик, отпускающий шутки. Из всего этого можно было сделать очаровательный спектакль и сыграть его 15 января на Мольеровские торжества. Дюма предложил сочинить три антракта к любви целительницы и побился об заклад, что напишет их за одну ночь. Он выиграл пари, и антракты оказались более длинными, чем сама комедия. К сожалению, они были намного хуже ее и настолько запутаны, что публика в них ничего не поняла. Услышав слово антракт, публика решила, пора прогуляться по фойе. Поэтому после первого акта настоящей любви целительницы все зрители покинули зал, говоря друг другу. не дурную комедию написал Дюма, но он явно подражает Мольеру. Когда поднялся занавес и начался первый акт антрактов Дюма, все, за исключением нескольких самых сообразительных, решили, что это продолжение предыдущей пьесы. Однако между обоими актами не было никакой связи. Уж не превратилась комедия францесс в Вавилонскую башню. Некоторое время публика недоумевала. Чья же эта пьеса? Дюма или Мольера? Принц-президент, присутствовавший на спектакле, послал за администратором. Луи Наполеон Бонапарт понял не больше, чем простые смертные. Лишь актеры и критики знали, в чем дело и немало потешались. Ну и они возмущались Дюма посягнуть на Мольера. Какая профанация, какое святотатство. Зрители освистали второй акт любви целительницы, как будто Мольер был начинающим автором. Они считали, что освистывают Дюма. Мадам Арсен Гуссе дала обет, чтобы вознаградить за все неприятности этого славного Александра Дюма, которого я люблю всем сердцем. Он так старался и был так остроумен. На обеде присутствовала мадемуазель Рошель. Это происходило накануне возобновления мадемуазель Дебелиль с участием Рошели. Неистовая Гермиона хотела доказать, что под оболочкой трагической актрисы в ней живет женщина. Она превзошла свои самые дерзкие надежды. По окончании пьесы Дюма заключила мадемуазель Рошель в объятия, поднял ее, поцеловал и сказал, «Вы женщина всех веков, вам по плечу любые шедевры, вы смогли бы играть всех моих героинь, как в драмах, так и в комедиях». «Нет, не всех», возразила смея Рошель, «мне бы вовсе не хотелось, чтобы меня убил Антони». «Но Антони никогда не стал бы вас убивать». «Однако какое самомнение», сказала Рошель, «Антони это вы? Значит, вы думаете, я не устояла бы перед Антони?» «Никогда», сказал Дюма, «если бы сейчас был 1831 год». «Но эти прекрасные дни миновали?» «Прекрасные дни и в самом деле миновали». Старый певец Беранже морализировал, мой сын Дюма также расточал свой талант, как некоторые женщины свою красоту. Я очень опасаюсь, как бы господину Дюма, подобно попрыгунье, не пришлось кончить свои дни на соломе. Беранже, скрывавший свою натуру под личиной смирения и сердечности, был опасным другом, не упускавшим случая позлословить своих близких. У него хватало жизнерадостности сносить несчастье ближних. Глава четвертая. Дама с жемчугами. В мужчинах, известных своими победами, есть нечто волнующее и привлекающее женщин. Бальзак. В 1850 году Дюма отец, за которым гналась по пятам свора кредиторов, жил довольно скромно. Он продолжал издавать газету «Лемуа», в которой нападал на крайности демагогов и на гонения со стороны правительства. Он представил на рассмотрение правительства грандиозный проект объединения под его руководством трех пришедших в упадок театров Порт-Сен-Мартена, Амбигю и Исторического театра. Дюма хотел, чтобы его назначили суперинтендантом всех драматических театров. У этих театров будут общие декорации, одна труппа и одна администрация, что, по его мнению, должно было дать большую экономию. Он обязывался следить за тем, чтобы все театры придерживались одного направления в истории, морали и религии, которая будет целиком соответствовать пожеланиям правительства. Однако эта программа коллективного конформизма не осуществилась. Дюма сын больше не жил с отцом. Они любили друг друга, часто ссорились и быстро мирились. Сын осуждал отца за то, что он берет себе в любовницы все более и более молодых женщин. Последней фавориткой Дюма была двадцатилетняя актриса Изабелла Констан. Хрупкая, бледная и белокожая девица, приемная дочь парикмахера, чью фамилию она взяла своим сценическим псевдонимом. С незабвенных времен Мелани Вальдор Дюма ни разу не впадал в такую сентиментальность. Дюма отец Изабелла Констан. Любовь моя, ты заставляешь меня вновь переживать самые сладостные дни моей юности. И пусть тебя не удивляет, что мое перо так помолодело, ведь моему сердцу сейчас двадцать пять лет. Я люблю тебя, мой ангел. За свою жизнь человек, увы, переживает лишь две настоящих любви. Первую, которая умирает своей смертью, и вторую, от которой он умирает. К несчастью, я люблю тебя последней любовью. Ты ревнуешь меня, мое дорогое дитя, человека, который в три раза старше тебя. Посуди сама, как тогда должен ревновать я, по целым дням не видя тебя? Вот, например, вчера я чуть было не сошел с ума, не мог работать и бесцельно ходил из угла в угол. Нет, мой драгоценный ангел, так я не могу любить, я не могу обладать тобой лишь наполовину. Я не говорю о физическом обладании, в моем чувстве к тебе сочетается страсть любовника и привязанность отца, но именно поэтому я не могу обойтись без тебя. Еще раз повторяю тебе, подумай над этим, потому что наше будущее зависит от этого. Конечно, если ты хоть немного хочешь связать свою судьбу со мной, мне необходимо быть рядом с тобой, чтобы принадлежать тебе, даже если ты не можешь принадлежать мне. Есть еще одна вещь, которую ты, мой ангел, в своей чистоте и целомудрии не можешь понять. В Париже сотни красивых молодых женщин, которые, желая приобрести положение, ждут не того, чтобы я пришел к ним, а чтобы я позволил им прийти ко мне. Итак, мой ангел, я отдаю себя в твои руки, охраняй меня, раскинь надо мной твои белые крылья, огради меня своим присутствием от тех ошибок, которые я могу совершить и неоднократно совершал в минуты безумия или отчаяния, и которые отравляют жизнь человека на долгие годы. Если ты не можешь уступить моим мольбам из любви, склонись на них хотя бы из честолюбия. Ты любишь свое искусство, люби его сильнее меня, это единственный соперник, с которым я готов мириться. И никогда еще честолюбие ни одной королевы не было удовлетворено так полно, как будет твое. ни одна женщина, даже мадемуазель Марс не имела таких ролей, какие я дам тебе в ближайшие три года. Влияние приближающейся старости, которую у Дюма выдавала лишь сидеющая шевелюра, странное сочетание отцовской нежности с любовным пылом, хрупкое здоровье молодой девушки, объясняют этот умиленный стиль письма. Жеронт при новой Изабелле Дюма с удовольствием играл в семейную жизнь, приходил к ней стряпать обеды, водил ее как супругу в гости к друзьям, что, впрочем, отнюдь не мешало ему иметь в то же самое время еще десяток интрижек с молодыми дамами, более пылкими и доступными. Сын метил гораздо выше. Успех дамы с камелиями способствовал его престижу. Его светло-голубые глаза производили неотразимое впечатление на женщин. В те времена любой художник казался светским женщинам невероятно привлекательным и вместе с тем демонически страшным. Иногда они пытались привязать художника к себе, ничего ему не позволяя, как, например, поступила маркиза де Кастрис Бальзаком. Дюмас сын, тогда еще молодой годами и сердцем, смотрел на знатных дам с наивным восхищением. Его по-прежнему печалила и волновала судьба Марии Дюплеси. Заблудшие создания, которых я так хорошо знал, которые одним продавали наслаждение, а другим дарили его, и которые готовили себе лишь верное бесчестие, неизбежный позор и сомнительное богатство, в глубине души вызывали у меня желание плакать, а не смеяться, и я начал задаваться вопросом, почему возможны подобные вещи. Как-то после обеда у одной особо легкого поведения граф Гиделя Тур-Дюпен сказал ему, дружеское расположение к вам и мой возраст, я лет на пятнадцать старше вас, позволяют мне дать вам один совет. Мы только что отобедали в этой прелестной и остро умной девице. У нее бывают разные люди, вы можете изучать тут нравы, изучайте, но когда вам исполнится двадцать пять лет, постарайтесь, чтобы вас больше не встречали в этом доме. В 1849 году ему исполнилось двадцать пять лет, и он решил последовать этому совету. Любовница его в ту пору была дама по фамилии Давен или Дальвен, особо с весьма неблаговедным прошлым, однако он вращался в обществе, если не в более нравственном, то, во всяком случае, более блестящим. Русская аристократия представляла тогда в Париже нечто вроде тайного посольства красоты. молодые женщины Мария Калергис, ее родственница графиня Лидия Нессельроде, их подруга княгиня Надежда Нарышкина собирали в своих салонах государственных деятелей, писателей и артистов. В России царь, мужья, семьи обязывали их соблюдать определенную осторожность. В Париже они вели себя словно сорвались с цепи. В 1850 году в доме Марии Калергис Дюма познакомился с Лидией Закревской, которая уже три года была замужем за графом Дмитрием Нессельроде. Очаровательная женщина, она была очень остроумна, очень богата и не любила своего мужа, который был на 17 лет старше ее. Отец Дмитрия, канцлер, граф Карл Нессельроде, министр иностранных дел, благодаря уму и ловкости сумел сохранить свое положение при трех российских императорах. В январе 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить на юной наследнице с приданым в 300 тысяч рублей, отец который, граф Закревской, был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Большой дипломат и многоопытный человек, Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую два могущественных семейства бросили в его постель. Но брак этот оказался весьма неудачным со всех точек зрения. Молодая графиня начала ездить на воды и лечить свои слабые нервы. Ее видели в Бадене, в Эмсе, в СПА, в Брайтоне и, наконец, в Париже, который стал для нее самым действенным и в то же время самым опасным из всех лекарств. Муж не смог увезти ее из этого города соблазнов и был вынужден отбыть в Россию один. Мария Калергис, которая давно рассталась со своим мужем греком и отдала дочь на воспитание в католический монастырь, что являлось достаточно приличным поводом для того, чтобы самой поселиться в доме номер 8 по улице Анжу, обещала Дмитрию неусыпно следить за Лидией. Вместе с Надеждой Нарышкиной они образовали ослепительное трио славянских красавиц. Лидия то и дело ездила из Парижа в Берлин, Дрезден, Санкт-Петербург, но тут же возвращалась обратно. Графиня Несселероде тревожила семейная жизнь ее сына. 17 июня 1847 года Дмитрий писал мне из Берлина всего один раз. Он, как всегда, не балует меня письмами. С тех пор я от него ничего не получала. Он очень меня беспокоит. Сможет ли он вести себя с достаточным тактом во время этого длительного пребывания вдвоем, ведь их взгляды и понятия не схожи. Ему выпала нелегкая задача, а он полагал, что все будет очень просто. Он не учел, сколько понадобится терпения, чтобы удерживать в равновесии эту хорошенькую, но сумасбродную головку. Если он не будет смягчать свои отказы, если устанет доказывать и убеждать, это приведет к охлаждению, чего я весьма опасаюсь. Повторяю, все это очень беспокоит меня. Я пишу ему об этом, но это все равно, что бросать слова на ветер. Прозорливость, свойственная любой свекрови, на сей раз была присуща и заловкам Лидии, но они относились к ней еще более враждебно. Елена Хребтович и Мария фон Зей Бах, урожденная Нессель рода, ненавидели Марию Калергис и обвиняли ее, не без оснований, в том, что она играет по отношению к канцлеру, которого она называла не иначе, как обожаемым дяденькой, ту же роль, что герцогиня Дино, другая заблудшая племянница, играла при престарелом талийране. Мария Калергис эта снежная фея слишком живо интересовалась поэтами и пианистами. Кузины ее относились к ней подозрительно и предостерегали Дмитрия против ее пагубного влияния. В феврале 1850 года Лидия к великой радости могущественных семейств родила сына Анатолия, которого звали Тольли. Но Франция обладала неодолимой притягательной силой для прелестной и сумасбродной графини, и она вновь уехала в Париж. Она оказалась чудовищной мотовкой. Для одного бала, данного ею в особняке, который она снимала в Париже, она потратила 80 тысяч франков только на цветы. Она шила все платья у Пальмиры, каждая стоила по полторы тысячи франков, и, отправляясь к Портнихе, заказывала всякий раз не меньше дюжины. Она приобрела превосходная жемчуга длиною в семь метров. К красному платью она носила убранство из рубинов, диадему, ожерелья, браслеты, серьги. К туалету из голубого бархата убранство из сапфиров. Это, конечно, приводило к несметным долгам. Лидия Нессель рода сперва захотела познакомиться с автором дамой с камелиями. Потом ей взбрело в голову стать его любовницей. Дюма сын, не столько завоеватель, сколь завоеванный, потерял голову. Да и кто бы устоял? Двадцатилетняя красавица, невестка премьер-министра России, беспощадная кокетка, женщина тонкая и образованная кигается на шею бедному начинающему писателю. Мог ли Александр сомневаться, что встретил истинную любовь? Дюма, отец, рассказывает в своих беседах о том, как сын привел его в один из тех элегантных парижских особняков, которые сдают меблированными иностранцам, и представил молодой женщине в пеньюаре из вышитого муслина, в чулках розового шелка и казанских домашних туфлях. И распущенные роскошные черные волосы не спадали до колен. Она раскинулась на кушетке, крытой бледно-желтым дамаском. По ее гибким движениям было ясно, что ее стан не стянут корсетом, и шею оббивали три ряда жемчугов. Жемчуга мерцали на запястьях и в волосах. «Знаешь, как я ее называю?» спросил Александр. «Нет». «Как?» «Дама с жемчугами». Графиня попросила сына прочитать отцу стихи, которые он написал для нее накануне. «Я не люблю читать стихи в присутствии отца. Я стесняюсь. Ваш отец пьет чай и не будет на вас смотреть». Александр начал слегка дрожащим голосом. «Мы ехали вчера в карете и сжимали в объятиях пламенных друг друга, словно мгла нас разлучить могла. Печальны были дали, но вечная весна, весна любви свела». Затем в поэме описывалась прогулка в парке Сен-Клу. Молодая женщина, придерживающая шелковое платье, длинные аллеи, мраморные богини, лебедь, имя и дата, начертанные на пьедестале одной из статуй. Распустятся цветы, и в сад приду я снова. Я в летний сад приду взглянуть на пьедестал. Начертано на нем магическое слово, то имя нежное, чьим пленником я стал. Скиталица моя, где будете тогда вы? Покинете меня, вновь разлучимся мы. О, неужели вы хотите для забавы средь лета погрузить меня в кошмар зимы? Зима не только снег, не только мрак и стужа, зима, когда в душе свет радости погас, и в сердце песен нет, и мысль бесцельно кружит, зима, когда со мной не будет рядом вас. Дюмас, нисходительный отец, заключил, я покинул этих прелестных и беспечных детей в два часа ночи, моля Бога влюбленных последить за ними. Надо сказать, что Бог влюбленных плохо следил за своими подопечными. Вьель Костель 29 марта 1851 года записал в своем дневнике следующую сплетню, которую, как он говорил, передает под большим секретом. Три знатные иностранки, среди них Мария Калергис и графиня Нессель Роде, будто бы обосновали общество по разврату на паях и вербовали для этой цели первых любовников из числа самых бесстыдных литераторов. Нессель Роде взяла себе в наставники Дюма сына. Калергис поступила под опеку Альфреда де Мюссе. Дюма сын обрел в Нессель Роде самую послушную ученицу, но приказ из Петербурга, призывающий графиню вернуться на родину, положил этому конец. Вьель Костель охотно раздувал слухи о скандалах, но требования мужа и приказания царя действительно имели место. В марте 1851 года Дмитрий Нессель Роде похитил свою жену и увез ее из Парижа, чтобы положить конец ее безрассудствам. И все же муж не хотел поверить, что падение свершилось. Он защищал Лидию, это неопытное и очаровательное дитя от клеветы. Один наглый французишка осмелился компрометировать ее своими ухаживаниями. На его призвали к порядку. В лагере Дюма эту историю представляли естественно в ином свете. Дюма, отец, рассказывает, как мартовским утром сын пришел к нему и спросил «У тебя есть деньги?» «Должно быть триста или четыреста франков. Открой ящики и сам посмотри. Молодой Александр открыл шкаф. Триста двадцать франков. С тем, что есть у меня, это составит шестьсот франков. Куда больше, чем нужно, чтобы уехать. Ты не можешь дать мне заемное письмо в Германию? Если хочешь тысячу франков на Брюссель, на Мелина и Кана. Они мои друзья и не оставят тебя в нужде. Хорошо, да и потом, если понадобится, ты перешлешь мне деньги в Германию. Я тебе напишу оттуда, как только прибуду на место. Итак, ты едешь. Я расскажу тебе все по возвращении. Александр Дюма пробыл в отъезде почти год. Он проехал через всю Бельгию и Германию, следуя по пятам за своей любовницей. Из Брюсселя он написал своей приятельнице Элизе Ботте, которая была родом из Корсии, местечко неподалеку от Вилле Котре, и не именовала себя Элизе де Корси. Тайная полиция перехватила письмо. Александр Дюма Элизе Ботте де Корси 21 марта 1851 года. Дорогой друг, мы прибыли в Брюссель. Бог знает, куда она повлечет меня теперь. Сегодня вечером я три или четыре раза видел ее. Она казалась бледной и печальной. Глаза у нее были заплаканные. Вы огорчились бы, увидев ее. Словом, я влюблен. И этим все сказано. после Бельгии погоня привела его в Германию. Из Дрездена и из Бреслау он вновь и вновь обращался к своему отцу и наперснику с просьбами о деньгах. Отец, с готовностью участвовавший в любой авантюре, посылал мухтер, что мог. Дюма отец, Дюма сыну. Мой дорогой друг, в нее обращался ко всем, кого ты указывал, но никто не захотел дать ни одного сну. Так что рассчитывай только на меня, но рассчитывай твердо. Ты правильно сделал, что остался. Раз дело зашло так далеко, надо довести его до конца. Берегись русской полиции, которая дьявольски жестоко и может, несмотря на покровительство наших прекрасных полек, а может быть и благодаря ему, живо доставить тебя до границы. Вчера я отправил двадцать франков твоей матери. Будь осторожен. Я посылаю тебе все, что могу. Через две недели я вышлю пятьсот франков, которые тебе нужны. Обнимаю тебя. Ты вырос на сто голов, в глазах Изабеллы. От станции к станции, от гостиницы к гостинице гнался дюма за четой Нессель рода, но, прибыв на границу с русской Польшей, в мысловец, обнаружил, что граница для него закрыта, да еще на засов. Таможенники получили инструкции не пропускать Александра дюма в Россию. Отец и сын Нессель рода отдали приказ отказывать в проезде наглому французишке. Дюма, сын, в мае 1851 года провел две недели на деревенском постоялом дворе за пятьсот лье от своей родины. Единственным развлечением его было чтение в подлиннике писем Жоргшкина фаборит и поведения. Конец первой дорожки. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров